Что такое Бэтбум? Это спорт! Ставки! Бэтспорт! Ставки! Киберспорт! Ставки! Бонус! Ставки! Семь тысяч! Ставки! Бэтбум! Оживи спорт с лучшим букмейкером! Бэтбум! Открой игру! Продолжение следует... На этом турнире, потому что я, к сожалению, ни одного не видел. Сегодня они выиграли у Na'Vi 2.0, которые вроде набрали форму. Вроде сыгрались. Ну и не звучит, как что-то невероятное, нет? Слушай, знаешь, какую я заметил, не то же закономерность, такой вот метод турнира, что нет команды, которая прям набрала форму. Ну, понятное дело, кроме LGD. Все команды всех обыгрывают спокойно. У нас довольно равная борьба. Поэтому я не стал бы говорить, в какой форме находится команда Boom. Тут вопрос в том, как они пикнут. Сейчас это очень важно. Вот на примере прошлой серии мы это увидели. Даже, наверное, не как они пикнут, а как они... Смогут ли они выбить из колеи Spirit? Потому что мы видим, что когда Spirit не дают взять своих героев, и они начинают экспериментировать, у них из этого не очень хорошо получается, да? Появляются там какие-то, не знаю, снайперы не вовремя, или там еще кто-то, Мираны какие-то появляются, которые, может быть, туда и не сюда. Вы сегодня смотрели вообще их матч стартовый Spirit в сегодняшнее время? Spirit Tentity? Да, мы краем глаза смотрели. Но Spirit сейчас не в очень стабильной форме. Они могут выиграть 2-0 любую команду, но и проиграть тем же самым EG, которые были 0-4, по сути. Я об этом, собственно, и говорю. Драфт решает. Максим что-то хотел сказать? Да хочется просто посмотреть на классическую доту от Spirit, чтобы пришел коллапс Мировый оффлейн, разнесли там все, чтобы ятора покачался, задоджил каждый смог врага, игра зашла бы минут 30-35, они красиво бы выиграли просто. Да, это хочется увидеть. Но вот, кстати говоря, к слову о том, что все команды чувствуют себя не очень хорошо. А правда ли это так? Или, может быть, мы просто так это воспринимаем? Знаете, такой самообман. А на самом деле все команды хорошо себя чувствуют, но команды настолько сильные, что вот такое происходит, когда ты играешь с сильными оппонентами. Они тебя могут обмануть, перехитрить и все остальное. Слушай, но не очень хорошо это ты сказал. Я как раз об этом и говорю, что все команды как раз находятся в неплохой форме, и все очень хотят победить. Так это твои слова, ты сказал, что... По-моему, это будет весело. Нет, я говорю, что любая команда каждую обыгрывает. Это не значит, что все команды в плохой форме, наоборот. Все как раз разогнались и показывают свой максимум. Поэтому мы наблюдаем самую интересную доту, на мой взгляд, вообще за прошедший год после Инта. Смотреть этот турнир очень интересно лично мне. Солидарен с Нонградой. На турнире нету явных аутсайдеров пока что. Ни одного? Да, ни одного явного аутсайдера. Есть одна команда. Аутсайдеры называются. А, ну... Очень явные аутсайдеры. Ну, это красиво, красиво. Туше. Но вот Тундра, да? Но они явные аутсайдеры? Или явные? До турнира их точно никто не называл аутсайдерами. Ну, на турнире. До турнира, я думаю, их бы в большинстве случаев вписали бы в топ-4. И лично я тоже. Те люди, которые не смотрели последний турнир, на котором они были. Они были с заменой. Да, с заменой, но все равно играли не в нем. Давайте мы подумаем над этим и посмотрим, опять же, великолепную режиссерскую работу Интеркоманд. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Диву даешься, когда понимаешь, сколько сценаристов работали над этим. Как всегда, очень круто. Найс. И лица такие. Видно, что готовы к бою. Мне в этот раз наши понравились больше. Как-то уверенно они выглядели, да. Но они все-таки чемпионы Интернешнл. И выглядят соответствующим образом. Посмотри на меня, как чемпион Интернешнл. И попросили, и все, они сразу такие. Покажи мне чемпионы Интернешнл. Действительно, я согласен. Но просто мы нет-нет обсуждаем в аналитике. Я не говорю про вас конкретно, вообще ни про кого не говорю. Но нет-нет слышны вот такие фразы о том, что команда не очень хорошо начала, не очень хорошо себя чувствует. Но я вот соглашусь с тем, к чему сейчас пришли, что, наверное, просто все команды крутые. И реально играть тяжело. Ты думаешь, у тебя один план в голове, но этот план рушится, другие планы, и в итоге кто-то все равно останется в проигрыше. Даже не бывает, что все побеждали. Даже против лучших команд, команда, которая будет хорошо играть, будет выглядеть так, что она играет плохо. Да, вот я об этом. Я вот скажу одну мудрость. Бывает, ты ешь медведя, а бывает медведь ест тебя. Справедливо. Ауф. Начинаются драфты. Ну, вот тут не торопятся, кстати говоря. Обычно... У Spirit, ФП, наверное, классический, размен на паках будет сейчас такой. Обычно на первой стадии... Что-то будет между Тиней и Паком. Сейчас посмотрим. Ну, да. Ну, если Тиней и Пак будут в бане, один из героев, Дазл для Мепошки, и вот я его жду. Это мой, так сказать, я фанат, я фанат Дазла от Мепошки. Фанат Дазла? Я о чем? Обычно первая стадия банов моментально проходит. Здесь ребята так думают. Кстати, заметили, Разор уже всем надоел, его все банят. Да. Кстати, заметил еще то, что Spirit сами забанили Виверну, хотя у них это суперсигнал, и против них зачастую банят этого героя. То есть бумы чем-то-то могут удивить. Возможно, есть какой-то план на героя? Ликантропля? Что-то типа того? Нет? Может, заготовка в дальнейшем? Я редко коллапсы видел на Ликантропе, если честно. Я вообще, по-моему, не помню. Он либо разносит линию, либо блинкается и станет. Тут два концепта. Мне кажется, это давно не смотрел коллапс. Он же сыграет и на Бесмастере, и на Ликантропе, и на Вайпере с Разором. Бесмастер — это герои, которые блинкается и станет. Они разносят линию, или блинкается и станет. Если бан Разору, будет ли бан Вайпера? Ну, уже сейчас вопрос по Тинни Паку. Будет ли бан Тинни или Пака? А теперь... Возможно, есть смысл им забанить Пака? Зачем? Забанить Тинни, чтобы вынуждать бан Пака и взять себе Дазла. Если они банят Тинни, они вынуждают Бумов банить Пака. Эмбер Спирит. Интересно. Сигнатурного от Епажа. Очень хорошо он исполняет на этом герое. Это как раз-таки тот же сетап от Пака, мне кажется. Да, ну, конечно, конечно. Бан Вайпера. Минус Вайпера. Что, Тинни? Тинни? Ну, надо закрываться, наверное, от Пака. Или Пак на ФП. Может, они не боятся Тинни? Вчера Вован Уванчик показывал, что вообще против Тундры, что он не боится. Там медовый Тинни был. Медовый Тинни, да. Очень сложный матчап. Если Тинни четверка, ему, в принципе, плюс-минус, без разницы, против кого играть. Универсальный герой, по сути. Слушай, ну, мне кажется, Тинни-то и берут с целью того, чтобы поставить его в мид против Пака. Не обязательно. Дазл, дазл. Даже несмотря на Тинни Пака, просто Дазл для Мипошки берут. Вот Ярик на этом Дазле настолько преисполнился, что вот мы вчера смотрели игру Тундры и Квинти Крю, по-моему, или кого-то, где была Виверна, и она каждую драку началась с того, что Виверна умирает. Мипошка на Дазле ни разу не умер. Первый в каждой драке дает по 10 грейвов. Да, он очень хорош. Очень хорош. Это фата. Фата фэк. Но сейчас прилетит какой-то пак, скорее всего, который в Тиу. Если сейчас будет Пак Тинни на дабл пик, то Дазлу будет очень тяжело играть. Точно будет дабл пик Пак Тинни, потому что Тинни ломает позиционку для Дазла. Ребят, Пак Тинни они бы уже взяли. Так они и думают. Они думают, это ловушка или нет. Они думают, что это за Дазл такой, потому что привыкли все к разменам пака на Тинни, а здесь Дазл неожиданный. Тут двойной Майнд Геймс. Что они что-то придумали? Вот вам, пожалуйста, ваш пак Тинни. Даутбрейкер, кстати говоря, давненько мы не видели и у кого-то были сегодня вопросы, почему он не появляется. Манки Кинг сейчас будет от Спирит. Они на Баррияде весь турнир закрывали даунбрейкера Манки Кингом. Большая вероятность. Слушай, даунбрейкер может быть и пятеркой, и четверкой. Он не обязательно должен быть тройкой, чтобы закрывать Манки Кингом. В любом случае, Манки Кинг Дазл очень сильный. Мне кажется, пак надо брать. Рубика полуприкрыли паком на самом деле. И даунбрейкер тоже хорош тем, что по карте мешает. Для Торонто, скорее всего. Хотя, может, и для Мира. Да нет, флекс. Сейчас сложно будет банить бумом. Почему? Потому что флекс с Тинни, непонятный мидера. Мне кажется, Спиритом тоже будет не просто банить. Да, и против бумов банить сейчас сложно, потому что эти два пика первых стартовых ни о чем не говорят абсолютно. Большой шанс того, что это просто оффлейн. Почему? Если, допустим, Спирит понимает, что они, скорее всего, поставят Тинни в мид, то они пройдутся по мидерам, вероятно. Сейчас, как раз, будет понятно по банам бумов, куда пойдет даунбрейкер. Будут ли они банить под нее, чтобы она пошла, допустим, на тройку неприятных героев. Тоже, правда. Того же МК, если уберут. Обе команды, по сути, мало чего показали. И банить непросто. Ну, очень нестандартный раздрафт, честно говоря, учитывая вообще сегодняшний день и последний мир. Кстати, мы сегодня как раз обсуждали то, что ДБ появляется в Алоре очень мало на турнире, несмотря на то, что имеет отличный венрит 80% за 10 игр. Вот как раз, пожалуйста, Бум Еспортс. Она зачастую в банах откисает. Нет, нет. Вот именно что, ее просто игнорируют. Многие игнорируют ее. Осталось 5 секунд. Ну, видимо, от Бум Еспортс насколько хороший этот герой. Ну, стандартный бан под Азлы какой-то. Это Алхимик. Очень сильная линия. Часто берут на керри Алхимика. Разве? Да, сильная линия. Там за счет минус армора очень многие линии Что-то Яторо не помню на Алхимике вообще. Яторо может на всех героях. то, что он может на всех героях, я не сомневаюсь, но вот конкретно лично я не помню. Сигнатурный снэпп Снэпп для Миры. Ну, ты сам говоришь, что еще Манги Кинг. Выход Феникса. Феникс, ну, такой очевидный, не знаю, мне кажется, не стали бы. Может, они байтят на бан, потому что Феникс уже закрывает корового тени и неплохо артирдазового. Это правда. Слушай, ну, сегодня был разнос от спиритов против Энтити. Бестмастера, Снэпфайр, они просто уничтожили Тимбера плюс Бэйна. Было очень трудно, возможно, они посмотрели эту игру, увидели бабку, подумали, да, пожалуй, уберем. Может быть. Ну да, немного, немало все-таки Миро на этом герое Интернашнл выиграл. Ну, когда у вас Даззл и Тинни, уже хочется каких-то мобильных героев подбанить, каких-то спиритов, какого-то пака, может быть, бэтрайдера как раз, которые позиционку ломают, чтобы Даззл не мог давать грейв. И, соответственно, банят уже, начинают спириты от этого отталкиваться. Нужно банить своих героев. Но Тинни все еще может пойти в мид и тоже давать эту позиционку, по идее. Может, может. Не, я имею в виду, нужен герой Бумом, который ломает позиционку. Против Даззла это важно. Вообще, по-моему, все-таки выглядит как медовый Тинни, нет? Может быть. Пока что мне больше нравится у спиритов. Все-таки хотелось увидеть ответ на Даззла какого-нибудь героя, который до него прыгает, который его выключает из драки. Вот типа Тинни. А это силы ферст пика на самом деле. Типа Тинни или бэтрайдеры, которые забанили, да? Сила ферст пика в том, что ты закрываешь первую фазу и открываешь самого имбы. А потом тебя два раза закрывают во второй фазе. Бума еще время покажет, так сказать, какой пик лучше. Но с секондом зачастую первую фазу послабее ставишь себя. Справедливо. Много времени на банах, кстати, тратить с обе команды. Уже резерв таймы те и те доходят. На каждый бан более 30 секунд уходит. Обдумывают полностью. Но все еще есть тот самый анки кильп, о котором ты говорил. Есть, есть. Как раз уже нет. Как раз таки время и идет. Время требуется им так много, потому что нестандартная ситуация. Я думаю, таких драфтов еще у нас не было. Да, ни Марси, ни Девса вот этого постоянного. Не, ну как не было. Наша прошлая серия, по-моему, была довольно нестандартная, нет? Весьма. Но в плане довольно нестандартных героев были выбраны, особенно команды Liquid. Солидарен. Ну, пока я бы, наверное, не стал банить при наличии Тини. Да, согласен. Боитспирит какой-то неприятный против Дазла с Аганимом может залететь. Против Тини плюс-минус неплохо полейнет. Под даунбрейкер с этапом бумам нужны сетапы какие-то даунбрейкеры. Одного Рубика мало. Им нужен какой-то такой конкретный стан, который даунбрейкер всегда может... Ну, Вейтспирит это не назовешь конкретным станом. Ну, вместе с Рубиком там вместе, как бы. Но там тоже можно ошибиться. Безусловно. В БТВ все еще есть пак, которого можно взять. Конечно, против Тини ты не хочешь, наверное, его брать. И нас еще в пуле есть. Его даже, скорее всего, банить не будут, потому что Спириты пикнули как раз-таки Тини, чтобы закрыться от пака. И бан тратить на него вряд ли будет. Мы сегодня видели, пак может поиграть против Тини в Тиу. Пак может поиграть. А это как раз хороший дримкойл под даунбрейкера. Согласен. Но для бумов, кстати, какой-то лекан еще выглядит неплохо, если даунбрейкер будет корпозицию. Ой, наоборот, для Тим Спирит вот Макс говорил, что... Коллапс играет на лекане. Что Коллапс играет на лекане, да. На каком-то Рубике прям нереально играть против этого героя. Сейчас будет какой-то мягкий субборт. Но в то же время, если это будет даунбрейкер керри. Керри Валор, да. Да, против Тиу, она очень хорошая. Это правда, но это ненадежно по игре. Керри Валору это всегда, мне кажется, рулеска. Это риск, как была на арминдовой. То есть ты практически олин ставишь, а то что не сказал бы, чтоолин. Ну неолин, но так. Просто, мне кажется, забанили сигнатурного Марса вот просто так. Спириты так, надо забанить Марса. А Спириты начали его и в мид ставить в Марсе. Они его флекция, да. Они в первой стадии убрались сегодня, я видел. И там были причины? Против Зевса они убрались. Контрит с Медовым Марсом. Увидим ли мы Зевса сейчас, кстати. С баном Марса? Да. С баном Марса, да. Ну неплохой герой против Дазлов в том плане, что показывает его всегда. Но против Тинни это не очень хороший герой из Тинни будет. Ну, в две стороны работает. Все-таки Зевс тоже хороший. О, ВР-ка? Может быть, та самая Кэрри ВР-ка? Может быть. А пятерка ВР-ка? Вряд ли так бы рано открывали. Вообще, обычная ВР-ка берется на Кора против какого-то Вайпера или Разора. Но здесь никого-нибудь другого нет. Очень непонятно. Против Медузы какой-нибудь. Непонятно, да. То есть либо пятерка. Но Бан Марса подразумевает Кор ВР-ку. Пока что у Бумов полный флекс. То есть это может быть и саппорт ВР-ка. Это может быть и Кор Валора. Медовый Рубик. Да. Офлейн Рубик. Но против этих героев у... Это и фантомный флекс, и не фантомный. Любой уже. У Бумов вот Медовый Тинни эту ВР-ку, этого Рубика он просто саппорт и взрывает как... Да, на ВР-ке ты явно не хочешь прийти в Тинни на мете. Да, да, да. Ты не хочешь точно на ВР-ке идти в Тинни. 100%. Да. Какой-то Зевс тоже не клубит. Да, с другой стороны, ты тоже не хочешь играть саппу ВР-ка Рубик. Это тоже как-то не метово, что ли. Не метово, что ли. Вот Зевс, я говорил. Вот Зевс. Он и для четверки, и для Мира хорош. Под Тинни добавлять ему демиджа. И в миде очень силен. Эти суппорты просто огоним. Да и добираться до него пока некому, честно говоря. Тот самый не фантомный флекс. Как раз нормальный флекс. Тинни классический. Классический. Хорошо стакаются герои. У Тинни всегда хватает демиджа с прокаста, с Зевсом в команде. Супер приятно играть. И сейчас какой-то контроль для коллапса нужен. Да, коллапс на другую герою. Какие герои есть? Биста не хочется в Валору брать потенциально. Правильно? Правильно. Что еще есть? Слушай, ну не так плохо. Ну не хочется. Можно, конечно, стоять. Войзер, а героя для Этора. Интересно. Кстати, я только хотел сказать, что в Валору лучше не брать вайда, потому что Хрона, ульта ДБ всегда идет. Если это будет Саппорт ДБ, который соберет Акадим, Холли Локет, будет трудно кого-то в хроносфере вайду. Достаточно заливки в эту хроносферу. Возможно, Тинни-Медовый будет. Сейчас была вот недавно мета на Тинни-Медовым Акадим брать после Даггера вторым слотом. И в купол накидать деревью. Кстати, да. Сочно звучит. Страта с метатом одного. Ну, может и четыре тоже добраться до Акадима или нет? Или это уже слабо? Какой-нибудь диджей смог бы. У него все время там много бабок. Слушайте, но у спиритов герои вот прям сочные, серьезные такие. Ну да, у Бумов какая-то непонятная ВРка. Не знаю, этот Бист, этот Бист это серьезность. Но Бист добавил серьезности теперь в ответ. Знаете, чем минус ВРка? То, что ты уже не поставишь Валору на сапа, скорее всего. Потому что игра для коры в ВРке плохая, а Валору именно на сапе хороша против вайда. Поэтому не знаю, мне пока очень не нравится пик у Бумов. Я фанат пика Бистмастера против вайда. Бист добавил уверенности немножко. Добавил шансов. Это правда. Сейчас нам трудно спиритом найти последний бан. Давайте подумаем. Если рассуждать с точки зрения что говорит Нанграду, то даунбрейкер будет все-таки саппорт. Это пятерка. Да, но тогда надо ставить ВРку вмид. Можем ли мы поставить ВРку вмид? Ставим ее вмид. Может быть, мы можем поставить Рубик вмид. Бист пойдет в харду плюс Рубик. Значит, нам нужен какой-то керри, который здесь будет добираться раз до возможного дазла и еще как-то против вайда. Но против вайда керри придумать тяжело. Типа раньше пекали в Рейс Кинга, но в Рейс Кинг сейчас совсем не метовый. Топ-5 худших героев. Ну, по чьей ты версии? Я так не считаю. Ну, Спирит и банят пока. Они предполагают, что даунбрейкер это все-таки керри позиция или винрейнджер керри позиция. Если по такой логике идти, то в спирит какой-то тоже прекрасный бан, мне кажется, будет. Который и Сайленс какой-то купит. А Кунг забанит. Тимфайт. Отличный бан тоже. Цепляет вайда, герой? Распик Тинни-Зевс. Он против обоих героев хорошо стоит. Согласен. И медовым Зевсом уже неохота играть. Против Кунки. Да, и против Тинни тоже хорошо стоишь. Осталось 10 секунд. Сейчас коллапсу над героями забанить. Но даже если бы сейчас посмотреть вот так вот на пик бумов и добавить им туда Кунку, я не думаю, что пик бы выглядел хорошо. Да, как-то, знаешь, Ауэна вауна тоже. Какая-нибудь грязь, типа, не знаю, там, всяких там героев таких неприятных, которых вы... Веник, которых вы любите. Веник вайда. Кстати, Хускар. Ой, в смысле, Бист. Кто? Хускар? Хускар, да. Мне кажется, прикольно было бы. Для бумов? Для бумов на ластпик. Без подсейва. Есть подсейв в виде даунбрейкера. Такой подсейв. И есть жесткий темп. То есть и Зевс, и Тинни в миде могут пострадать от этого Хускара. А то интересно, что коллапсу возьмут, потому что все оффлайнеры в бане. А тут могут и мили, и ренж героя, типа. Могут. Переда флекс по суппорту миду. Осталось 10 секунд. Нет какой-то принципиальности. Ну что у нас осталось из ренжей? Остались Энигма, Визаж. Энигма, Визаж. Но Визажа не видел, но Энигма играет точно. А Визаж против керридаунбрейкера может тяжело ему быть. Тяжело будет. Фурион, нет? Возможно, возьмут просто милишника под Зевс, Тинни в мид поставят. Да. Акс. Акс от Акс. Очень интересно. Нравится. Прикольно. Чем? Чем нравится? Чем? Ну, герои-то просто прикорсивые. Прикольно на Акса смотреть. Люблю героев, которые стаки набивают. То есть на Аксе на ульте ты сейчас можешь набить стаков. Можем сделать ставки. Стаков сделает коллапс. Сколько раз не пробовал играть на Аксе, у меня не получается. Просто раньше хорошо получалось, сейчас нет, но хочу посмотреть на коллапсы. Посмотри мой реплей, Макс. Посмотри мой реплей, Макс. Хорошо. Знаешь, как надо играть через зону? Мне в фракса ВР-ка может постоять? Может. Отсурса для бумов, если честно, на Акса на линии может вынести. И против Вайда по игре там с Аганевым каким-то спокойно можно играть. Герою сложно будет как-то выиграть. И Рошаны все ваши будут. Может быть, пришло время все-таки в Рейскинга? Против Акса очень бы не хотелось, мне кажется. Очень плохо. Урса еще туда-сюда. Мне нравится. Сейчас ВК пофикшенный. Пока лучше вариант это Урса для них. Шторм спирит. Замечательный герой. Получается, у нас... Кэрри ДП все-таки? ДП. Кэрри ВР-ка. Джекбойс берет даунбрейкер. Получается, Джекбойс будет играть. Ну вообще, Шторм отлично играет. Шторма, но Торото-Токио поставили. Ты что, не знаешь, что у них играет на кэрри? Конечно, знает. Джекбойс играет на Валоре. Тимс играет на ВР-ке. ВР-ка саппорт. Нет, Джекбойс — это кэрри. Это кэрри. Так, получается, что Япаж будет, наверное, на Шторме играть? Возможно, Бумы думали, что Зевс будет медовый. И поэтому взяли Шторма. Потому что против Тини Шторм не то, чтобы прям идеальный герой. Тини его бёрсят пол игры, по сути, с прокаста. Там с добавкой Адивса, тем более. Не будет хватать Шторма. Мне бы больше хотелось увидеть Вит Спирита. Согласен полностью. Конечно, может быть, у Бумов есть какая-то задумка, но я бы не хотел. Но они в грубый темп играют с этим даунбрейкером кэрри, Штормом медовым. Если они быстро эту игру закончат, то выиграют. Да, ну Шторм — такое ощущение сейчас, настолько аркадный герой. Шторм стал послабее после нерфа нульталисманов. В общем, ты послабее сказал, да? Ребят, давайте по очереди ваши предикты. Кингэ. Тим Спирит. Спирит. Ну? Тим Спирит. Тоже Спирит, да? Я за Акса, а за кого комментаторы, мы узнаем буквально через минуту. Lex Inmate, вам слово. Спасибо, ребят. Всем привет еще раз. Неожиданный Шторм, честно говоря, переходит нобрейкер на позицию кэрри. Давай сразу про Шторма, потому что я много отзывов негативных по поводу этого героя слышал. И как думаешь, в чем... Ну, нам надо же закончить наш диалог, который у меня спели. Я за ЕГЭ. Ага, я понял. Класс, спасибо, спасибо за инфу. Спасибо, да. Да, в параллели ведь важный матч идет, получается, на ВЕГ и тут. И по факту, перейдем к вопросам моим попозже. Пока можно сказать, что ситуация такова, что сейчас любая команда может покинуть турнир. Я посмотрел турнирную таблицу, тут почти нет разницы. То есть по факту... Окей, тундры уже все, наверное, закончились. Но дальше борьба начинается. ЕГЭ, Бискос, Нави, Бум. Там по факту одно поражение, и ты уже в шаге от вылета. Надо не проигрывать. Даже Спирит. Даже Спирит, ну окей, не вылетят, но могут оказаться в лузерах, казалось бы. И учитывая, что Бум сегодня уже обыграли команду Нави, почему бы не продолжать битву с Восточной Европой, обыграть еще команду Спирит? Давай попробуем. Но с таким драфтом будет тяжеловато. Не знаю, про Шторма я тоже слышал миллион всего. Самое главное, что были у него типа эпохи. Там вот Касумаил на нем божил. Было суперкруто, потом реворк. Вот эти вот нультрисы маны, бесконечные маны, все прочее. Только он выглядит сейчас, он выглядит достаточно слабым, чтобы никогда его не брать. Получается, смотри, ему ультимейт ухудшили, и главное, что нулики пофиксили. То есть нулики тебе дают максимальную ману, вот этот прикол, а не то, что у тебя... Я вот видел какую-то игру, где Шторм... Хочется сказать, что это были Спириты, боюсь собрать, поэтому не буду говорить, что это Спириты. Еще была игра, где Шторм сумаил. Это был Сумаил, возможно. Но я не уверен, не буду говорить, потому что я не уверен. Короче, он летел, не рассчитал ману, просто залетел... Типа летел отпушить, вернуться. Мана не хватило, около лыжки закончился, и там умер. И ведь кроме того, что вот сказали наши аналитики, что есть Тини, которые... Но Войт ведь тоже Шторма закрывает, и все. И ты уже летать не можешь в драке. И Акс тебя прыгает, то есть реагировать не факт, что успеешь булатникам замахнуться. Реально непонятно, то есть что делать, и как играть, то есть почему Шторм вообще появился. Ну я думаю, у него был какой-то план. А пока 2.9 на Бум, 1.4 у нас на Спирит. Вот так вот, да, то есть победители Нави не ценят, ребята. Избит Бум предлагают вам такие коэффициенты. Жмите на баннер по трансляции, и все там можете поточнее проверить и узнать. Фрипеты и бонусы. Да, обязательно смотрите по трансляцию. Ну поглядим, хорошо. Бум со Штормом. И коллапс на Аксе. Тоже редкий гость. Получается, тут Акс еще и под Азлом. Мне это, безусловно, очень нравится. Но Daumbbreaker кэри. Что кэри, что мид, это всегда круто. Всегда круто. Это такой тем дичайший. Ты просто берешь там, ну на миде это самое вкусное, потому что ты уровень 6 берешь очень рано и можешь прилетать на линии, быстро делать ганг и назад на телепорте возвращаться. С кем его могут убить? Нажимает Ферик и работает. Блин, какая же жесть. Баттлхангер плюс Пойзон. Вообще не уйти. Там скорость нет. Ты же понимаешь, да, что Баттлхангер, причем не на нем висел. Он висел на ДБ и, ну, ДБшку ускоряло собой, Акса, и он бил просто Рубика, то есть и так вот они сделали. Страшно представить, что будут все вместе повесить. Да, да, это очень жестко выглядит, вот. И возвращаясь на секундочку к Шторому, просто всегда он брался, если ты помнишь, под Виспа, под Пугневича, то есть под Котла, под что-нибудь, что давало ему ману. Я ни одного героя здесь такого не вижу. Как играть Шторому без подпитки, то есть как оставаться актуальным, давать свой ДПС, вообще непонятно. И Тиня, я думаю, без проблем эту линию стоит. Ну, Тиня, ладно, он почти против любого героя стоит, и Шторм это не тот герой, который даже с появлением уровень 6, ёпаш, не будет ворваться, там, с Вортекса булатнинга убивать. Я думаю, что он супер жесткий. Окей, да, может быть. Но фишка в том, что игра все равно тяжелая будет. Ну, мы уже сказали почему, потому что достаточно много контроля. Тинь с прокастом, вводится хрансфер и Акс с колом. Все, конец. И еще, кроме этого, и кроме подсейва в виде Таунбрекера ничего не будет. Окей, в будущем Рубик есть. Классно, с Аганим Шардом, но это когда-то там далеко. Ну, есть какие-то там, на самом деле, контроли, станы. Много станов, там, та же ДБ, да, что-то там бьет с руки, что-то кидает, что-то делает. Вроде бы они что-то могут, но все равно тяжело представить, как они это все будут реализовывать. Как выйти в какие-то тимфайты, не подставиться на вот эти вот ганги по всей карте. Потому что чуть ли не любые два героя спиритов, там, Акс плюс один, кого угодно могут убить. Тинни плюс один, кого угодно могут убить. Под хрона тоже, очевидно, кого угодно можно убить. Тяжело представить, как двигаться, как играть. Но я вижу, что случился спирит свап. То есть, по итогу, с этой линии, Акс и да, залучили. Но это была идея спирит, поменять линию. Так да, но что же им так не понравилось? Вроде бы с мастерами хотели стоять войдом. То есть, я просто думаю, что против ДБ будет не сильно лучше. И вот так показывают нам в сравнении героев. То есть, на шторме 0 игр за 3 месяца он еще и сыграл. Возможно, это единственная причина, почему эта игра появилась. Он просто не в курсах. Что с ним сделали? И Торонто. Четыре игры, 100% побед. Да, такая статистика, честно говоря, не мотивирует. Я говорю, я не вижденную причину брать шторма. Но посмотрим. Ранг высокий, да, то есть, играть умеет. И Мипошка здесь уберет сейчас, возможно? Не спеши с выводами. И Мипошка еще и пытается помочь делать фраг. Но, наверное, это было лишнее. Да, наверное. И без... Окей, даже Ятора не убивает телекинез, с кем выживает. Да, это не похоже на чемпионский момент от Мипошки. И сейчас становится 1-1. В смысле, а как это? Он супер-вэлю сделал. Он сейчас перезарядил хп и ману до фулов. Он придет куда угодно и будет жестким. Посмотри на него. Зверь, машина. 580 хп, 360 ману. Не может подойти к рикману, даже отвезти. Да, да, да. Нет, потому что как только он подойдет... Ну, не в счет. Не, не, он не здесь. Он за лесом. Че, это вообще тут, как там надо говорить в таких ситуациях. И Мипошка, смотри, пошел на перехват, на руну. Вот у меня такой же тиммейт был. Просто ломает руны. Вместо того, чтобы их подбирать. Смотри, зонит. Супер-мув. Импакт-то вообще жесть. И вторая руна тоже. Все для спиритов. Ну, кому? Кому это выгодно? Мне кажется, даунбрейкер против Войда один на один блестяще стоит. Ну, пока да. Никакие проблемы. Да, ты не можешь убить. Ты не можешь даже там старбрейкером попасть. Но, окей. У Джекбойса очень много урона. Наличие топорика. И спамить можно способностями крипов там. И немножко, как-то, Войда хорасит. Ну, может, они, знаешь, этот, посчитали по очкам, что у них все хорошо. И поэтому сейчас, типа, играют так, чтобы, там, я не знаю, подсвапать линии, чтобы был керри коллапс, оффланиэтор. То есть разрабатывать командную игру свою. Я не против бы посмотреть на коллапс, у которого прям будет оверфарм. Опять же, под дазлом тут врываться. Тут столько можно будет фрагов выписывать. Все там будут. Относительно быстрый блинк БКБ и так далее. У Штарма что-то подозрительно мало хп остается в миде. Ну, подозрительно много крипов. Ну, видимо, какая-то часть из них лесные. Очевидно, это не все лейн-крипы. Не может этого быть. Ну, Торонто прогоняет. Смотри, да. Все, Штарма выгоняет с линии. С кем еле-еле уходит. И Рубика тоже тут всех выгоняли. Акс уже с ВГ. Здесь еще продушка небольшая какая-то идет. Но молния в землю почему-то залетела. То есть, там, мне кажется, не должно было такого случиться. Ну, и сейчас тяжело, да. Аксу-то ему что-то сделают. Из кучи регена и все прочего. Хотя, видишь, ФБЗ у нас с шлемом. Поэтому, то есть, тоже не так сильно страдает. Ну, окей, окей. По тавр не пойдет. Хотя, может быть, и мог попробовать. Но, как понимаю, колла просто еще нет. Уровень 4. 2-2-2. Баттл в 2. Ну, да. 0-2-2. Ну, дает колл, дает уже голл. Голлит уже крипа добить. Добивает очень быстро. Идет Девс дальше. И Шекл классно очень по двум героям. Ну, он застрял в кабанах своих же. Там уже верхняя второго уровня, да. 2-1 прокачка. Ардлайнинг традиционно на саппорте не качает мира. Минус бист. 1к перевес за командой спирит. Ну, на центре никакой... Там иногда у Шторма резко вырывается по крипам. Потом тени быстро догоняют. Видимо, там просто пачка профармливает по очереди. Вот и все. Переходим на Нетворс. Акс, естественно, первый. Ну, а Шторм где-то там пока снизу. Бессмастер, понятное дело, с каждой минутой только тяжелее будет. Да, да, да. То есть Бессмастер они реально эти максимально нормально подзакрыли. Вышло здорово. Покупается Смог, Зевс, сам готового к нападению. Идет он в центр, видимо, по-моему, Штениху против Шторма. Шторм без шестого. То есть в этом будет идея. Да, то есть лучший тайминг для его нападения. Его прямо сейчас. Ломается Вард снизу. Опс, ломается Сентриас. Кем отрабатывает против Мипошки. Там Верку, похоже, подловит. Так что, да, Верка умирает скорее за Шторма. Ну, Шторм уже и шестый. Да, это хорошо. Шторма это хорошо. То, что умер не он. Что и против Синия. Не, знаешь, когда мало ХП, это просто можно рассказать закончится. Тут рейндропы какие-то по-хорошему нужно брать на случай вот этого проказта. Который доминатор мог бы там, типа, прапы там тоже сбили здесь. С кем угонят, с кем без кнопок. Есть стики. Ну, тут скорее кто фраг заберет вопрос. Супер замедление. Грибы могут забрать? Могут. Оп. Да, ездит для тролля. Сюда. То есть 50 жалко, нельзя им дать. Здесь, смотри, у нас на коллапсов выход. Хватит ли мак урона, чтобы его пробить. Под кабаном вообще замедление жесткое. Эээ, похоже, хватает этого урона. Шекл залетает. Калах, верхняя. Ну, и в итоге остается Шторм ничем. Что самое важное для Спири. Да, погибает Акс, но Шторм в таверну уходит раньше. Летим с такого. Урна. Нормальная тема. Плюс бабки. Ну, пока размены не радуют, да? Ждем, когда Джек Бойс как-то... Ну, он уже с ультой. Слушай, а что он сейчас не прилетел? Может быть, в тот момент в ту секунду не было ульты, но вообще он... Может, он просто не очень любит своего мидера. Ааа, ну... Типа ради Рубика я бы слетал. Это печально, если так. То есть он уже приготовил рецепт пиццы. Пока у Спирит вообще, мне кажется, такая кайфовая игра. Все получается. Расстановка по линиям получилась, что снизу Бакс там никак домбрекер не мешал. А на топе прекрасно. Без мастера загнобили. Будет камбэкать где-то в лесу. Хотя, я смотрю, он время от времени на линию приходит. Что это делает? И что удивительно, снова Шторм возвращается на топ. Роу. Окей, на коллапсы нападает втроем. Коллапсы встает еще колл в запасе. Колл телепорта нет. Нажимает колл. Тяжело. Но как же долго живет. Есть топор. Боится даунбрекеры. Коллапса дистанционно пытаются убить. Последний удар еле-еле хватило. Торонто Токио пришел мстить. И размен бессмастера на Акса. До еле, но размен хороший, потому что топ-1 Этверса был. Акс его победили, да? То есть отдали бессмастера, который так не сильно там где-то лидирует, доминирует и так далее. Так что я бы сказал, как будто бы хорошо. Но Акс, да, он крутил под кабанами мое почтение. То есть мне кажется, если бы кабанов не было на момент именно старта Фокса, было бы сильно проще. Угу. Потому что тебя бьет три героя и два крипа. Суммарно пять. И мы же понимаем потом, это будет под мипошкой, которая будет когда-то Шелл и Грейвом. Ну, Регену неестественно будут спамить постоянно. И с Аксом еще больше будет проблем. Плюс к этому еще и БКБ Акс. Ну, в этой игре купить, все, кайфуй. Там от тебя, ну, только рора, да? Все, больше ничего нет. И по урону непонятно, как пробивать в этом случае. А хрансферу ставить защитную? Нет, не будет хрансфера. Зато будет бесплатная ставка на тысячу рублей от Бэтбум. Подробности вы можете найти на баннере по трансляции. И также по QR-коду, который прямо сейчас вы видите на экране. Мир и Варт нашел. Ну, догадался, наверное, что по нему стреляют. Это не очень хорошо. Бежит коллапс. Левел семь. Вот стаки-то он в кэш-формате и так далее. Вот вопросы про настакивание же его ультимейта. Вот это вот плюс армора. Как много ты видел Аксов и как много у них было армора? А я немного Акс видел. Ты много Акс видел? Нет, я поэтому и спросил, то есть видел ли ты их много. Нет, нет. Хотя, так смотрю сейчас, может быть, зря мы их не видим много. Особенно в эпоху, когда стал популярен тот же Даззл. Вроде Акс такой. А это же реально логичный вариант. Да. И плюс, когда ты еще можешь броню эту настакать. У тебя колл, у тебя будут ультимейт со стаками. Так это ж круто. Да, у тебя сейчас почти все работает от этого самого армора. Тем более у нас часто в первой новоспик оставляют. Можно потянуть, можно броню. Ну, трансферка ставится. А может быть отсюда свалить? Ятора пока остается. Советую димейт про каста Торонто. Пока только минус шторм. Идет Джек Бойс до конца. Ятора живет. Джек Бойса временно отпускают. Полетела полена мимо. Павершот не попадает. Мипошку немного не хватает. Джек Бойс отступает. Есть телепорт. И сейчас он спрячется, его нажмет. Так, и слева Бессмастер нападает на Зевса. Не знаю, чем это все закончится. Вроде просто разошлись. Есть доминатор, да, есть рор. Но и коллапсы рядом. Может быть, поэтому не было желания в Фубизи идти. Равно он как будто бы хочет попробовать. Да, вот он долго-долго не знает. Потому что у него, оказывается, два тиммейта. Может быть, даже стоило тогда не в Зевса, а в Аксов все нажать. Нажимает. Колл, телепорт, коллапс. Да ладно, уйдет. Он супер в тайминг нажал колл. То, что сбил. Последний вот этот донтик. Добавил себе еще и брони в придачу. Ну и все. Магии там не хватало явно. Ну, слушай, дают какие-то вот такие ответные выходы. Что-то здесь, куда-то там забежали. Что-то какой-то размин. Тут что-то нападают. Не, ну извини, с пиком слева не давать ответ из домбрейкер, который у тиммейта может по КД нажимать. Со штормом, который на полотники полетает. С тем стартом, который у них был, что они три линии залили. Посмотри просто на творце. Ну, наши парни в аналитике-то и сказали, что эту игру нужно давить в начале. Если бум сейчас будут просто качаться в лейтгейме, ну, я не верю в то, что слева что-то смогут сделать реальное против Войда, Тинни и Акса. Ну, кэри у них типа вроде как потенциал тоже неплохой. Опять же, БКБ контроль, все дела. То есть, если как-то отзонить Даззла от Войда, то можно его пробовать за контроль-то и убивать. Классная история. Спасибо. Невыдуманная, что самое главное. Спасибо, да, да. И о них невозможно молчать. Давай, пошло нападение на Зевса. Возможно, ошибка от него, не знаю. И сразу же коллапс. Мстит. Виндран уже Тимс отдал. И пора стакать топорик. Ой. Не фортанул. Случайно. Контр-хеликс, да, сработал. Не фортанул, не получилось. Зевс, по идее, выживает, доедает хлипов еще. Бестмастер, да, все он сделал. Кабана, я не кабана, всех убил. Ну, и автор дает очень много времени. Все, можно качаться. Набирай там дефолтные эти молнии, БКБ и так далее. Трансферный 30 секунд. Хотя, в общем-то, уже Дживилин Маска с этими предметами можно, ну, того же Рубика убивать один на один. Если с Зевсом, так это вообще легко. Но Зевса откуда угодно дожмет и дурит смолк. Так, домбрейкер ультимейт, видимо, скоро откатится. Она сейчас идет на базу, восстановится. Да, но нападение может случиться раньше. Моргает в сторону Акса. Но вообще надо подождать. Он ничего не справится. Он просто видит, что он здесь, пусть закрепнулся. Ну, и Коллапс тоже ведь должен понимать, что что-то на карте подозрительно пустовато. И сейчас могут ребята просто угадать, куда дальше пошел Коллапс. Боится ли он их? Ну, вообще, я бы боялся. Мы же уже видели, убивать не могут. Он видел, что слева копнули Крипа. Ага. Но не среагировал. Просветили. Ну, Зевс среагировал. Все знают, все видят. Рубику пора бежать. За ним выход. Ну что, Хронов слепую не будет ставить ядра? Нет, нет, нет. Рубик того не стоит. А кто стоит? Мне кажется, просто нет момента сейчас Хронсферу поставить куда-то. Ядра просто будут фармить. Все, и просто не ставь. Это вот тот самый, да, который 20 минут не жмет ультимейт? Ну да, ну нет, потому что что, его здесь нажмешь, и ребята потом две минуты такие, мы ничего не боимся, пойдем нападаем. То есть сейчас ты знаешь, что охрана есть? Так если мы ставим, вот на Шторма, например. Это супер важно. Ну, чтобы она Хронсфера уже была, между прочим. Да, я не знаю. Она уже была, как раз, пока ты говорил, что ей не нужно ставить ядра, уже ее поставил. Не убили при этом Рубика, и приходит под ногу, убивает Ятора. Очень приятно, что он доказал мои слова. Не надо было ее здесь ставить? Тогда бы и не умер, да. Ну, пытаются отомстить. Это Торонто, с Явс очень круто светит. Эту Шторма достаточно маны, чтобы отсюда без проблем уйти. А вот у Джеки Бойс таких ресурсов нет, нет, минус Томбрейкер. Ну, кэри на кэри, там в центре вышку пока ломают. То есть ты пушь, ты механика, у Бестмастера работает что надо. То есть он без проблем все это будет соло делать. Шторма подсветили. Ну да, ману он тогда засейвил, поэтому отходит, наверное, и ехать. Надо сказать, и сейчас, но что-то как-то вот бежит Акс довольно быстро. Ну, все, все нормально. Вроде убежал. Хотя несется прям как надо, да? И 1500 голды скоро будет уже готов даггер. И убегать от него будет сложнее. Дота двору, заходите. Смотрите новости про мажор. Обсуждайте их без проблем каких-либо. Всех рады там видеть. Смотри, преимущество набрали спирит где-то на третьей минуте. В 2000 золота, и все, на этом остановились. То есть, казалось, тенденция такова, что с таким Аксом к этой минуте уже тысяч 7 будет. Да, но весь его 4-раз там остановили, тучит прогнали. И вот до сих пор нет даггера. То есть вот ВГ урона, мне кажется, урона лишняя была в этом все моменте. Не супер много вот он импакт от нее получает. А денег она стоила. Вот тут на тот же самый даггер. То есть темп немножко потерянный, и как раз таки дал возможность 1-2 выхода лишних сделать. На даггер уже, получается, был бы готов, и все, уже были бы атаки с этим даггером. Проще, да. Там уже надо было бы думать, что дальше собирать. И Бист как камбэкнул после очень тяжелой линии, где его там убивали постоянно. Ну вот как раз на таких вот депсах можно камбэкать по чуть-чуть мира. Шелу Грейв. То там Батуха, Хангер. Надо только, да, только телепорт. Шторм очень много мана теряет. Идет Войт. Хрансфера, правда, у него нет. Я тоже так не боится, так нагло идет. Но он понимает, что Шторм тебя уже никак атаковать не сможет. Амди Лейшн забирает с кем, и дать его уже не успевает. Прямо в тосе убивают Рубика. Саппорт на саппорт, но опять же, они все здесь, все пять из спиритов. ДБ далеко. Бист далеко. Выкачивает карту. Тысяча перевеса. Но еще немножко отыграли. Даггер готов, правда. Вот теперь Акс опасен. Не знаю, в нем он или только летит. Летит, летит, летит. Акс профармил топ. Получается, хроносфера появляется, и даггер готов. Ну, такой достаточно очевидный смоу. Главное, не сделать одного второго. Блинк вы хрона или хрона на блин. Но я надеюсь, победители интернешнл этого делать не будут. Надеюсь. Но могут. Опа. Плюс фарм. Приходит коллапс. Помочь? Войду же не надо, правильно? Ну все, коллапсу пора отходить. Давай, давай. Даже такой спирит. Это мне? Спасибо. Да, там еще случайно, по-моему, контр-хеликс работал, и вся пачка была убита. Это там три крипа осталось. Топ-1 Нетворс вводит, сидит, страдает. Перегоняет только Шторма. А он здесь, если будет на профарме, он будет очень сильным. А так есть шанс, да, что его могут остановить. Просто потому что пока что он урон не носит. Пока он ходячая дебаф-машина в виде тайм-дилейшн и хроносферы. Я не против видеть такую команду спирит, когда идет игра на коллапса. Когда коллапс первый Нетворс имеет самое главное оружие у спирита. И они идут этого акса с Блиндайгером, наконец-то, использовать Торонто на падение. Но уже классный колл! Коллапс рывается по двоим. Ведь это он брейкер. Коллапсу ноль поддержки. Торонто и Токио могут убить. Шеллоу Грейп. Что по войду, что по трансфере. И Торо ждет какого-то удачного момента. Его уже не будет. Отступает И Торо. Ненадолго коллапс. Очень больно. Трансферу И Торо все не ставит и не ставит. Но не может найти момента. Может быть Джек Бойса закрыть? Не хочет коллапса. Убивает. Ёпаш забирает мощный стриг. И неужели так все легко для Бум? Дождались, поймали момент. Слушай, ты думаешь, не было реально идеальной точки для хрона здесь вообще в драке? Видимо не было. Потому что второго ульдб она просто... То есть кого бы ты не закрыл, она просто захилит. То есть нужно как-то найти файт не как вот здесь получилось, да? Где Акс круто ворвался и все остальные. Ну 200 урона Тинни, 400, да, вот войд, 100, там, 11 дазл. Нет дэмэджа. И мало того, что у тебя дэмэджа нет, тебя еще и ДБ захиливает. То есть стоишь хрона, туда летит ДБ. И у тебя нет урона в хрона. Пока что главная проблема. Вот допустим Тинни когда-то купит агонин там доедалус. Это будет просто рвань. Ты любого закрываешь, полено насыпал, до свидания. Пока этого нет. И реально вот типа ауры, бессмастера, там, доминатора, крипа. Та же ДБ пролетающегося вторым уже ультимейтом. Вот тебе куча захила, который пока не удается перебить. То есть проблема, вы знаешь, вот этого дазл, например. Потому что от него урона нет. То есть он круто хилит, но он не дамажит. Проблема Зевса, что вот он нажал свои клавиши. Ультимейта все-таки всего, раз так сейчас не в кулдауне, он в файте не нажал. Ну, Акс неплохо ворвался, но сразу же домбрейкер отвечает и даже никто не пытался поддержать. Да, вот просто на рубль, посмотри, он в флюс выходит. То есть у тебя ворвался Акс, суперсиллер. Ну и на Итора давай поглядим. Вот Итор начинает бить домбрейкер. Как-то очень, пару ударов, реально пару ударов. Скорее он крипа там бил, а не домбрейкера, кентавра. Ну, если бы не почувствовали, что хватит урона, потому что Зевс, вот он фул драку все раскистал, он ману кончал, он нуль даже не нажал. Ятор за драку убил иллюзию кентавра. Все, он даже по-моему по герою ударов не делал. Вышел плюс по деньгам на самом деле. Кентавр дорогой был. То есть это получается выгодно даже, да? Да, да, но сейчас по идее должен быть второй доминатор и Акса сместили с топ-1 по Нетворцам. Все-таки стиль, да, вот это юго-восточно-азиатских команд, он о том, что что-то происходит и ты к этому просто не привык. Но Na'Vi сегодня обожглись, видишь, пока история, как можно повториться. Что-то происходит, ну то есть вот ты сидишь, у тебя 20 команд в регионе, 20 в соседнем регионе, с которыми легко играть. Там твои легионеры играют в других регионах, но в этом почти никого нет. И тебе просто негде обсудить, посмотреть, там как-то попробовать такую механику игры. И тут приезжают эти ребят на мажор, ты к ним приходишь, они что-то делают. Кстати, опять мир, я не знаю, как они смоки читают, какую-то игру мы, ЕГЭ, я помню, когда играли, как раз таки, вообще переграли, ноль смоков удалось сделать. Но они все равно ее выиграли, даже без смоков. Второй доминатор идет, VR-ка стреляет, ее колят. Но рядом с Кен, тут же Телекин Нес, Тимс, ну наверное, окей, Долбрейкер летит, Тимс живее живых, на коллапсы прилетает все это под шеклшот, джекбойс, много урона, минус акс, очень быстро. Ну и снова трансферы пока мы не видим, может быть пока, может быть настанет этот момент, Торото Токио избивают, ну и окей, ЕТОРО, прыжок, возвращается на таймволки. Назад врывается шторм на Торото Токио, ну мы хотим хоть что-то видеть от Спирит, почему вообще никаких кнопок. Рора, Спирит Вестал, который не появился до этой драки, буквально там за 10 секунд, минус 3, делает бум, и пошка в Сайлансе, Вортекс подходит с Кен, должен быть топ-контроль, да, Эваланч ворованный. И минус 4, бум, без потерь, Войт не дал хроносферу, коллапсы умирают очень быстро, никакой поддержки для него. Мы снова видим ситуацию, что очень мало урона от команды Спирит. Войт 0 урона нанес. Ну, я думаю там всего, может тысяч 5 урона, хотя это могут даже, если хоть только придется все время. Я так смотрю сейчас. Просто слоты-то есть, что-то есть, он просто, то есть, их настолько вот круто катит, как правильно нажимаешь, вот так сворвался, вот он стоит здесь, и надо бы туда что-то закидать. То есть, команда катит, мы не можем, они все очень далеко стоят и просто носят по нам урон издалека. То есть, ты вот пришел с ножом на перестрелку, вот этого знаменитого СКСа, и реально ничего не получается. И ДБ вот, которая в аксе, да, вначале был в лед, просто с первой билки, третьим ударом, какие-то там 600 крит вылетел, он кончился. Армора не хватает, получается, аксу? Армора нет, несмотря на ультимейт. Ну, не так уж и мало знаков. Три стака. Там, ну, по-четыре должно было быть. Четыре. Ну, типа, три стака в формате, что он один сделал вторым ультимейтом. Да-да-да. Там не один, а полтора, полтора единицы брони. Мне было проще, когда был один-два-три, там условно. Ну, давай, давай, мы, может быть, хроносферу дождемся? Давай. Может быть, этот момент настал уже пораза. Бумы идут. Водушевлены, без мастера маловато маны перед этой дракой. ДП тоже очень мало, но они готовы рвать. Мипошку тут же принимают первым. Без шансов для Спирит. Драться здесь никто не будет. Войд сразу же улетает. Ятро говорит, окей, здесь все понятно. Пойду толкать. Тогда не время. Но через 45 секунд. Может быть, пора. А как? Давай придумаем вариант, как выйти и нажать хроносферу, так, чтобы они не ждали этого и т.д. и т.п. То есть, выглядит, как будто бы ребята Штормом не играли последние три месяца. Но что-то представляют о том, как оно должно здесь у них все получиться. И наши ребята из Бутбум тоже, видимо, понимают уже, как должно было это все получить. Потому что это ставит полтора на Бум и 2,6 на Спирит. Но все еще достаточно высокий коэффициент на команду Бутбум. Ну, достаточно. Не до конца понимают, но им нравится. Так, лучше? Потому что мне все нравится. Это выглядит очень прикольно. Такой нестандартный стиль. Очень динамичный, прикольный. Постоянно какой-то экшен на карте происходит. То есть, мне очень много времени уделяется фарму всеми героями. А вот один буквально ДБ где-то фармит. А остальные что-то туда напали, сюда. Что-то Рошан здесь, драка там. Бах, бах, бах. Лето в том, что да, у них смоки не получается, их по карте ревили. То есть, у них старт... А вот они шитрели и не выиграли вначале. А если бы они их не выиграли? Это все, уже какая-то игра бы закончилась. Вообще жесть была бы, наверное. Ну, тут, видишь, ты говорил про вот эту урну от коллапса, которая сдержала Блинк Даггер. Да, может быть, может быть, это стало. А я уже даже не уверен, что только в этом проблема. То есть, и возможно, что и фиг бы с ней. То есть, у них глобально не хватает чего-то. Торонто-Токио врывается. Ну, наконец-то, хоть какой-то фраг. И можно принимать, но с Аегисом. Только если будет быстро Аегис, после этого поставят хрансферу. Шторма убить не могут. Сторм, подшекал шот. Классно, там Тимс дает контроль. Зевсультиммейт поздновато. Может быть, кдбл, не знаю. Коллапс пытает уйти, и Тимс не отпускает. Но Тимс прям, может, даже похлеще Себа играет на этой вэрке. И коллапса убивает. Там ФБЗ птицу уронил с шарда. То есть, там дабл контроль прямо сразу залетел. Здесь еще почти убили Ятора. Хрансфера, кстати, была. Да, просто жесть. Но не результативная. Видимо, заюзал, чтобы она не прилетела, и попытались что-то сделать. Из приятного, что, по идее, можно Акса посмотреть на секунду мертвого. Да, он стак получил за убитого за Аегиса. Ессс. Четко. Ему не катал армора. Ничего полезного, да, но стак получился. То есть, файт, я считаю, положительным для Спирит. Пусть и закончится он саппорта и Аегиса в троих. Что-то слишком жирно получается. Ну, много дают, да, по Тароармора. Вы тоже не считаете, чтобы лишнего. 6К за командой Бум. Скоро появится у Шторма и Блэкинг Бар. Все-все стакнули, смотри, просто каждый. Я уверен, что Аерка случайно где-то стреляла и просто стакнется. Ну, по карте плотно зажимают Т2 центр, аванпост, Т2 топ. То есть, перевес у тебя 6К, 7К, а сейчас будет 8 тысяча. И это плюс слоты для героев. То есть, у тебя опять смоки. Это самое вкусное. А у них вообще кулдаун есть на них? Кстати, да, хороший вопрос. Смоки, 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 куда-то постоянно бегают. Уже один из последних смоков, там, на ближайшие минут 5, я думаю. Я думаю, достаточно, да, достаточно. Они такой сниш, и они бах, и опять смоки. Но они куда-то идут, они видят. Они через птицу видят Дазла и Вайда. Ага, ясно. Вайда сейчас на пасть. Отдыхаем, Орки, даунбрейкер летит, Шелок Грейв сразу же, но трансфера нет. И таймволк нажимать уже эффективность не будет. Пастор КП не восстановит. Окей, что-то восстановил. Что-то восстановил. Не добили, сейчас Рора может быть будет. Окей, проказ на Бейсмастера. Рор остается. Саша Логрейв от Рубика, но для Акса это все равно. Хватит ли... Не успел. Не успел и не смог. Он-то по ромкам не попал, похоже. В итоге Бейсмастер убивает нас с большим дилеем. Ятор отступает на реверс-таймволке. И, ну, наверное, вот раз реально неплохо для Спирит получилось. Учитывая все предыдущие драки, Торонто забирает стрик. Очень много заработал. Он по натворцу прыгает на четвертую позицию. Обгоняешь трамат. Тут и кошка Батя, на самом деле, файта. Что-то он быстрее агировал, сразу дал на Вайда. То есть его бы реально довкусили. Пока можете зайти на Бэтбум, получить бонус 100% на первый депозит. Потратьте их, не знаю, на что угодно, или заработать, как хотите. А тут игра продолжается. Шторм находит реген. Может теперь файниться, развлекаться. Вот сейчас он похож на стандартного. Он нажал, показывает, да, в кулдан, что не хватило урона. Он не пробил. Ну, хорошо, что в итоге Бейсмастер умер. Потому что, видишь, у Рубика Шелла Грейв оказался прям совсем все неудачно. Ты топором не добиваешься, там ушел Грейв у противника. Даунбрейкер, Дезолятор. Ну, до Рошана еще как-то, конечно, долго ждать. Долго ждать. Нет, спириты-то не проиграли. А то мы так сидим уже, знаешь, такое ощущение, что все, игра закончена. Нет, очевидно, 7000 это вообще не цифра. И опять же, мы можем вернуться к нашим аргументам в начале. Наличие Войда. Закрывать шторма. И рано или поздно этот Войд будет в трансфере шторма убивать. Нет, просто в ситуации, где ты выигрыш в тревлинии, обычно игра не так идет. Мы поэтому вот так сидим, удивлены. То, что спиритом реально приходится выкарабкиваться. То есть ты вот шел-шел, вот у тебя вот он финиш, и оказалось, что яма прям под тобой, кто-то не закопал, там, ты у нее упал. Теперь приходится выбираться. БКБ у Войда станет чуть проще. То есть что-то можно будет подэвейдить. И Дота говорит, что 63 на 37, да не так, тоже все плохо, да? То есть она тоже оценивает Войда как что-то, что легко камбэкает в эту игру. Следующий слот это Мьолмир. Вышел из смоков на крипов, решил их бить. Команда, видимо, будет его поставить протектить. Ну, время в никуда. Не в этой команде, да? Но получилось не очень хорошо. Торонто гоним почти готов после драки. Это вот то, о чем я говорил, что им нужен дэмэдж в Хрона. Чтобы давать и не париться. Вот он скоро его дособерет. Конечно, без дэйдалоса деньги на ветер как будто. Это лучше, чем ноль, понимаешь, в любом случае. Ну да, там будет крепко. Мы понимаем. Хроносфера плюс стреляет туда Тинни, плюс Зевс. Там можно Нимбус, как понимаю, не в Хроносфера поставить, но при этом он будет бить, если получится позицию убрать хорошую. Ну, мне кажется, ты можешь даже в Хрону поставить. Не, не, в Хрону нельзя. Как и до Заваса. Не, в Сунис, поставить-то можно. Да, окей. Вопросов нет. У нас ты сказал, типа нельзя поставить. Я вообще никуда не мешаю тебе не запретить. Ставь на здоровье. Как ты не вожить так не можешь. Можешь хоть Шадо Амулет поставить себя. А вот он. Осталось шмотки сломать, а в этой игре реально будет всё. Ну что, бумы... Ну, у них опять есть смоуг. Бумы идут. Ничего ты мне сделаешь. Ну ладно, они давно его не нажимали. Нимбус готов. Тот самый Нимбус. Нимбус 2 БКБ, кстати. Даггер и Рубика. Скан очень близко, но немножечко не хватает, чтобы Войда спалить. Но это не конец. Это не конец истории. Что он сейчас какой-то может прыгнуть? Мифошка позиции Шакл полетел. Он попадает. Привязывают на Ядр в лоу-граунде. Сидит там за ёлочками. Очень далеко. И опять же, да. Даззл вообще от него не отходит. То есть он прям понимает, что Войда фармит здесь. Будет на него. И смакуется в ответ. Без Акса. Забыли его. Даггер, кстати, по-моему, да? Купил себе Валора. Очень интересный слот. Интересно, будут здесь Аганим покупать? Вроде как ты кэри. Но с другой стороны... Ну, непонятно. Он очень прикольный, на самом деле. Угу. Ну, там уже Штарма, например, можно сейвить. Точно. Ну, в хроны. То есть ставят с хроны, ты не паришься. Потому что всё миссует. А миссуют ли палки от теника? Я боюсь, что нет. Ай. Ну, вот не знаю. Не уверен. Ну, по логике, это же физические палки летят. Там же криты летят. Да, но по логике они летят, типа, в землю. А типа, это надо рефлекс кидать обычно. Ну, ты понял, короче. Да, я понял. И мы этот вопрос оставим сразу же. Да, да, да. До следующего этого. До следующей игры, где это случится. Так, мы кладем, вот. Ну, тут опять же, да, все стоят, ждут. Да я не знаю, кто ждёт, кто? Кто ждёт, кто? Кто ждёт, кто, кто? Я-то-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. БКБ, таймволк. КП восстанавливается. И мимус ворованный. Рубика. О, да. Рубик ставит его коллапс. Снова привязывает у Тимс. Да хватит. Как можно так вязать? Классно. Что делает-то, ё-ка-ра-сотэ. Ну, вообще, дай дышать. Ну, чё, задушка происходит? Почему так легко? Жесть. Не сказать, что у Тимса там слотов много, да, даже огонь шарда нет. Слушай, на самом деле, да, вот я сижу сейчас и думаю, а почему он без шарда? То есть ты же реально можешь там выдувать откуда угодно. Вот, реплей. Представь, если почему у Тимса нет дазла. Там концепт повтора в том, что летел Шторм дать арчит в дазла. Он знал, что он за ним. И Дазл видит, что летит Шторм, сразу нажал, рез, а этого хватило. То есть немножко накосячили стаймингами, ребята, из гумов. Там же ещё нужно было качественно нажать. Всё, опа. Опа, очередное время. Мы вернулись из повтора, как будто тоже место. Рор. До свидания. И там и Нимбусом снова Рубик проход перекрывает. Не даёт возможность нормально зайти. Байбека нет. И Рошан, смотри, появился. Но я не знаю, нужен ли этот Рошан в ситуации, когда у тебя есть дезолятор у домбрейкера. Да, ты можешь быстро пушить, как минимум забайтить на этот байбек, попробовать, попросить его нажать. Но никто байбек не нажмёт. Ну, окей. Тут ещё и дракон. Что бояться? Вообще грустно, когда ты выиграл Инта, а на байбек денег не хватает. Да. Продолжает Зевс там поднимать руки. Ну, очевидный Рошан, да, то есть проверил, все с базы отошли, но без Вайда идти, не знаю, я бы не хотел. Не, не, это, мне кажется, вообще будет прям совсем плохо. Ну, типа, спрыгнешь, там, колл после ненадежды, типа, когда ты чувствуешь, что что-то уже совсем не так идёт. Хотя, мне кажется, у них до сих пор всё не настолько плохо, чтобы прямо там сдаваться. Какие-то вот такие мувы делать, типа, у Рошана свистнем. Ставятся они и будут с другой стороны. Может быть, именно Рошана хотел забрать, типа, не героев. Но в итоге никого я здесь не вижу. Акс покупает БКБ, плюс Эггис, плюс Шард. Забирают себе. И можно где-то пытаться кого-то уже искать, выходить, нападать. Ну, видят, видят, что БКБ готово. Видят птицу здесь. Тинник её забирает. Да, Ганим у него готов. Что там? Я тоже Линкенсферу хотел купить, да, чтобы этих вороев не было? Не знаю. По локе, по локе, да? Ведь либо Шторм на тебя летит, либо ВРка даёт шоколшот. И Линка в этом плане работает. Всего, кроме ВРки, очень легко сбить. То есть Шторм летит, там привязка Арчид. То есть Арчид дал, привязал. У Рубика футбол дал, поднял. Смотри, на коллапс прыгают, он нажимает БКБ, летит Домбрейкер, урона всё равно будет много. Коллапс пытается просто отступить. Вовремя Блинкаут нажимает Домбрейкер. И Шторм дальше. Шторм снова полетел под руну волшебства, нажимает БКБ, коллапс, ресурсов нет. Но там вроде как в спине Дазл, так что всё, ок. Минус БКБ. Ну, потратил БКБ, ману. Ну, под волшебством, ладно. Под волшебством, с Клоритосом восстановится. Через 50 секунд можно вернуться будет. Плюс Бушарок. Нет, ДВД очень сильный. Я такое видел в последний раз, как раз таки, от Nightfall, нынче, когда он ещё в ВП играл. Ну, слушай, на миде тоже, на миде тоже бывает БКБ. На им приехали, типа, сыграли, да, несколько раз. Выглядело примерно так, что есть, но они не могли в лейт играть. Здесь в лейт как будто бы тоже получается. То есть слоты прикольнее. Очень мало, конечно, на дизоль урона набрал, да, было бы приятнее играть с плюс 20 вместо плюс 2. Ну да, хотя очень много фрагов сделано. Да, как-то они вот 2-1-10, всё как-то без него. Достреливали, да, вот эти мидеры. Нет, а там же не важно, там главное, чтобы дебаф висел. Поэтому, видимо, с изолятором просто фраги не делали. Я говорю, что именно достреливали без него, в том плане, что... Да, я понял. Успел отойти, куда-то убежал, то есть... Он же ещё опять же, да, то есть не дебаф, я же там кинул молоток, дебаф трейл, тут огня. А он не вешает дизоль. Много времени ещё. Три минуты с Аегисом и Бумом нет смысла сейчас сидеть, холдиться. По-хорошему нужно снова пытаться заходить. Три блэкинг бара у команды. Бум. И да, у спирит. Все готовы, и всё, ульт Валора тоже откатился. Но те не ещё там максимум криты, да, доехали? Да, да, ластоянно нет. Что-то 15 тысяч голды, перевеса очень много, да, вот этот нимбус, который тебя душит просто от Рубена. Вообще, типа, очень крутой спелл получается, он урвал. Кончился, да, это был последний такой нимбус. По времени закончился. Надо что-то воровать, добавить кого-то искать. Да, тут видишь, и дазл будет, да даже таймволк забрать, это круто. У Схема при этом есть теперь телекинез защитный. Против того же Акса можно будет спасать. Против нимбуса можно сразу выплёвывать своего тимуэта. Классно. Поднял, вытащил, укатил. Да, да, тут классно. Тут идти ниш пароказ дает, и оп, убрал. Ну, надо, чтобы как-то Ятера поставил Хрона, ну, в двух, в трёх, желательно в пятерых игроков. Классный план. Да, если получится, вот тогда вообще, типа, камбэчный сразу, чтобы поехал. Полетел, Ёпаш один, ну, окей. Без проблем. Может, не будет Хрозвера ставить сейчас просто? Вот так просто здесь поставит Хрон в это Аегис, и по второту у Педиатра, Паш сработал, Хрозвера ставится. Ну, больно, больно, больно. Ятера ловит Рор, ворует Руби, килл. Хрозвера можно сразу же спасать. Ятера пошёл игре, он Тайволк восстанавливается полностью, уходит из этой драки. Ну, и Торонто остаётся. Торонто уже никто спасать не должен. Рывается Ятера, реверс Тайволк сразу же, и Торонто умирает. Байбэк у него не будет. Причём сейчас проблема ещё у Микошки будет. Есть Центрян, есть Птица, и его здесь тоже заберут. Байотинника, кстати, нет. Там Фати же очень круто было, в том, что он начал насыпать гречи, вот эту свою, как можно сказать, триволли в Хрона. Рубиквинс-то его поднял, прям вот, типа, первое дерево, грубо говоря, пошло, он всё, типа, взлетел. По итогу Зевс, топ-дэмэдж, и мы видим, что Валора... Ну, это рандомный баш, ну, что это вообще такое? Он вообще мим проезжал. От коллапса 500 урона в драке. Да, это суперобидно. Сейчас Центрянка надо драться, и самое, наверное, обидное, что без хрона надо драться. Птица летит в Зевса. Верка здесь, ищет, как подцепить, не может, Акс прыгает. У тебя есть проблемы, но тут рядом все. Ну, как будто байк на Зевса получился, у коллапса Блокинг Барр есть, но он не успевает его нажать, и байбэка у него нет. Ну, минус точно, низ. Супербыстро все оказались, да, то есть каждый герой очень мобильный, сейчас не догорает, весл есть, подрегенится. Можно идти на вторую сторону, пытается воет отпушить пока линию подальше куда-нибудь, увезти ее, но крипы снизу зашли, то есть, да, база все равно будет прогорать. Строго странно, что здесь Ятор мог делать? Он сделал единственное, что мог, полезное. Ну, хотя бы продолжать, да, фармить, то есть, ну, ему надо дожить до хрона, потому что вот... Ну, сейчас было близко, да, то есть, если не Аегис, там, убили бы Шторма, а теперь реально хорошо все было. Тинни пошел насыпать гречу, вот эту свою и все прочее. Ну, йопа, под ПКБ решил оборваться, быстро убрать этого Зевса, Шолла Грейв, не тут-то было, будет не рожить. Ну, все, видимо, отходим. Тут еще Зевс, и не знаю, кстати, ничего. Даже в идеале бумы могут играть от Некст Рошана. Мне так видится. Ну, тут, опять же, до первых рона, то есть, сейчас оно все откудаунится, и у Спирита снова будет шанс. Это как вот игра против Энингой. Слушай, Домбрекер с утимейтом. Ой-ой-ой. А может быть и убьют, а Томбрекер летит. Очень поздно, очень поздно. Или по таймингу, наоборот, не поздно, как раз под Шакл прилететь, но, может быть, и был задуман план, и Ятор убивают. Вот я помнишь, когда-то давным-давно сказал, что тут корейцы, там боги войны, там все дела, вот тут у нас тоже ребята с Юго-Сушной Азии, они суперподготовлены под этот матч, как будто бы они стратегию годами нарабатывали. Вот супертайминги, прямо идеально читают друг друга, все очень быстро делают, принимают решения. Не хочу принижать Бум, они красавцы, но Аспирит не достаточно. Ну, они сейчас играли как-то корявенько, особенно в начале, там, с тем, с тем же. Да нет, в начале-то хорошо, а потом... Окей, первые там пять минут, а потом, потом где-то не пошло. Ну, они были не готовы, они реально, то есть я сижу, смотрю, вот эти герои, это просто какой-то рандомный набор. Ну, оно очень круто стакается, вот, в этих каких-то мелочах, знаешь, то есть ты сидишь, то ты можешь съесть пельмеши, можешь съесть их с мазиком или с кетчупом, но можешь сделать кетчинес, и будет совсем другая история. Вот так и здесь, то есть они кетчинесы этой серии. Джекбойс, да ладно, могут убить Джекбойс, очень больно, Клапс ловит снова баш, Блэкинг Бар у него-то закончится, Мипошка умирает от Коркида. Клапс, еле живой, павершот, Баттлхангер висит, но там Мипошка рядом, поможет. Практически упала вторая линия, команда Бум отсюда не отступает, Войд еще не 20 секунд, но по-хорошему две телеги, надо добивать, надо добивать. Это не последняя сторона, поэтому вроде можно из-за нее так сильно-то и не вписываться, но сломают и сломают, у вас еще есть целый центр, мы будем дома вовремя. Эта база горит, да и фиксы, правильно? Войд встал, Хрона есть, время пришло. Пошли с Кема, вот это он нормально, афк тут постоял. Отступить, все, отступает. Кем отдал, нет? Ну, когда у тебя в команде Зевс, в принципе, пофиг. Ну ладно, что Кема против них только не будет. Ты не можешь, типа, сам ломать варды? Слушай, ты ненормально, что-то ссыпают. Нет, нет, все, еще шансы на победу. Да, конечно, есть. Удивительно, кажется, все, конец. Одна драка. Да, и одна справедливости ради хорошая хрансфера, где Торонто будет стрелять. Стрелять. Ой, блин, там такая Валлора уже. Да, да. Ну ладно. Я говорю, хрансфера Тинни с Дейдалосом, Зевс с Ультимейт, Нимбус в позицию. И там еще Акс после этого всего прыгает и продолжает контроль. 25-й уровень. Шторм 21-й, кстати, при этом. Ну все, теперь, естественно, все будет на Рошане. Хотя, ну да, спиритом нельзя сейчас просто прийти, Рошана отдать, потом драться снова против Айгиса. Там же третий Рошан. Да, там еще. Да и да, он с готов. Не, ну слушай, в узкий проход, мне кажется, вот это, опять же, для них лучшая история будет. Но Бум, наверное, знают, что такое может случиться. И сейчас будут где-то там батить, как-то ловить их. Таймлес попал. Для Зевса. Или для Тинни. Там просто Айон на ВР-ке, Айон на Рубике. То есть эти двое уже готовы. Юл на ВР-ке, блин, там такие слоты против Акса, Юл вообще имбан. И Виндвейкер по-хорошему дальше можно, там где-то. Еще руна Вашебства, блин, они вообще готовы к этому Рошану. Но таймер минута с небольшим. ВР-ка бежит, вард. Опа. Ну Мира чувствует. Мира чувствует, он готов. Он поднимает руки, шумит, шумит, да. Надо как-то спиритом начинать. Нельзя ждать, пока на тебя нападут. Опа, бры, в Тимсо мгновенно диск. Но хотя бы выбивать диск бесплатно, по сути. Ну, за ульт. За ульты у них, опять же, да, то есть база голая, только два барака осталось. ДБ продолжает фармить. Байбек один просто, девять человек отдыхают сегодня. Такой драки за Рошану я давно не видел, чтобы никто не мог вернуться. Шторм с агонимом. Еще рефреш бы, да, сюда. Рефреш, конечно, лейт слоты появляются. Слушай, у него сейчас шард, это просто будет разбежь кабинета. Ну и 25-й тоже хотелось бы. Ну и если шторма закроет хроносферу, то его как раз-таки, в отличие от Домбрейкер, Тинни и Войт убивают быстро. Я думаю, это реально будет за хроносферу с запасом. Ну, один файт. Вот выиграть всего лишь один файт. То есть не очень много надо спиритом. Просто, понимаешь, концепт в том, что надо выиграть один файт вот в любую минуту игры. И первую там сколько, 40 минут они не справляются. Ну все, погнали. Ятра покупает тебе линку. И команда спирит постарается от камбэка 24к золота. И на это я вижу, что шанс реально есть. Что они могут это делать. Ну и ждут, и ждут. Сейчас что-то будет. Резвью кого ждет, врывается быстро на Рубика. Он без байбэка, уже начало супер. Ну они все без байбэка, мы знаем. Врейт, на ФБЗ, хроносферу не жалеет. Летит даунбрейкер Ятра. И вообще наплевать, пока полетели деревья. Как-то не особо больно получил. Джек Фойт живет, сбивает коллапса. Шолу Грейт. Коллапс живет. Ну и в драку возвращаться он уже просто не может. Рывается Ятра на ФБЗ. Сбивает Вогм. Не хватает урона, маловато урона. Один Вогмед не способен убивать здесь. Выкупается коллапс. Команда Бум все еще в меньшинстве. У Шторма маловато маны. Йопов пытается помочь. Деревьями закидывают. Умбрейкер, минус доумбрейкер. Йопаш. Один остается. Нажимает Бакабар, нажимает телепорт. Не успевает уйти. Блокенбар закончился. Вот одна драка. Не очень сложно. Да, убили Рубика классный, что байбека не оказалось. Дальше мы видели, там не все получалось. Да, 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 Баллора могла бы как-то сместала этого делать. Семь, триста урона. Ну Ятра поставил хрансферу, но Атини там уже даже без хрансферы стрелял. Да, и у Акса, видишь, накапали деньги за убийство Рубика на байбеке. Смог вернуться. Вот он Рошан. Так нужный им. Они его вполне могут сейчас забрать. Рубик резается, Баллора может выкупиться. Но без Шторма. В общем-то, команда спирит на этом турнире. Для меня это команда, которая умудряется и закинуть там 25 тысяч, и отыграть 25 тысяч достаточно быстро. Поэтому вообще никакого удивления. Сколько они? Где-то 13к они отыграли. Графики, по-моему, еще даже до конца не обновились. Да, но еще 12 проигрывают. То есть есть куда стремиться. При этом все. Да, теперь Сыра, Эгис. Забрали Аганим. Было 6%. Теперь 24. На победу спирит. Ну да, да. Ну опять же, да, то есть драться со смоков где-то в поле без байбеков, это одно. А драться, когда противник будет на базе сидеть, это тоже совсем другая история. То есть для них тоже. То есть выиграть драку, это вернуться в игру. А сколько драк еще нужно выиграть, чтобы ее закончить? Посмотрим. Мне кажется, Бум сейчас очень много потеряли. Не 10-20% потеряли, а может быть даже уже игру отдали, я так смотрю. Сейчас доминация будет. Спирит в ближайшие 4 минуты точно. Я не думаю, что Бум пойдут. Да могут, могут. Вот сейчас хроны пернет. Вот прямо сейчас напади. Да. Смаканулись на вардах. Ага. Так, так, так. Вот, зашел, вышел. Там очень важно, что по трансфере... Ну как, нет, она уже есть. Она уже есть, и Бум вообще никуда нельзя идти. Может даже зря Зевс этот ультимейт вообще отдал. У него окторин, то есть ему вроде как бы норм. Ну, он показал, что мы знаем, что вы в самоках бегаете, так что Бум поступает. По прыжку вайда, типа, догадались. Ну окей, да. Он прямо в них зашел, просто додал пятюню, так и отъехал. Там сатаник, да, к Войду скоро доедет? Или скатер. Видим сатаник. Ну, калаймору. Ну, он типа и то и то оставил грузку вайда, да, да. Очевидно, сатаник. Да, казалось, Бум, все. Все. Две казармы. Мега крипов делай, игра в кармане, а теперь... Так, может, и бэкдорить пойдем? Да, смотри, там крипы уже по Т4 бегают. Типа, да, аккуратненько как. То есть уж телепорт они быстро все не сделают. Ну, непонятно. Вот на самом деле у них есть такая опция. Пойди забэкдорить. Но ошибка будет стоить очень дорого, потому что баев нет. Сатаник, да, тут Акс контролирует Зевса. Ну, на сплитпуша как-то пробовать, да, с базой даже с Аксом выйти очень тяжело. Опять же, Шторм может летать, просто убивает скрипов. Ну, то есть залетел, убил, улетел и не в этом-то тормознуть. Ну, окей. И Спириты готовы сидеть на базе 10-20 минут. Просто к этому моменту у Войда уже будет 6 слотов, у Акса там будет 6 слотов. И даже Зевс. Мы понимаем, это уже будет не саппорт. Он уже опасен. Он по ДПСу там, я думаю, в тройку входит в данный момент в команде. И все опаснее. Смог от команды Спирит. Войд идет с Аегисом вперед. Зевса не взяли, да, опять с собой? Просветил всех, Войд. А, это Рубик. Отлегло. Диск выбивает. Ага. И Спириты продолжают свою атаку. Кошка сейчас просветится, догадается, что здесь есть, да Герал отводит, прыгает, а никого. Здорово, Клипы. Ну, как сказать, есть тут клиенты, не ставится хрансфера. Ну, в одного непонятно. Самое главное, да, что если не знаешь, никто не выкупался. То есть у нас выкупился Акс, у них никто не выкупился. Возможно, у них байбаки есть. И поэтому нет смысла прямо так вот необдуманно в одного героя ставить. Тысяча урона у Тини. Тысяча урона. Жестко, но это под ДД. Да, да, но сам факт, что на четыре цифры перешел Тини на какое-то время. Ну, сейчас, если он кинет бревна, это все. В драке конечное сразу. Там даже может выйти покушать, мне кажется. Оп. Ну, да, нормально. Нормально, неплохо. Крепенько, крепенько. Шарда не хватает немножко. Угу. Чтобы дерево... Знаешь, это дерево и счастье не кончалось. Ну, выходит, внешние товара подъедают, да, то есть, опять же, им дают это делать, потому что Аегис. И завокусить героя тяжело, и пока есть Аегис, опять же, вводит на касте, позволяет бегать без дазла. Переждали. Четыре минуты, еще немного остается, и бум, после этого уже могут выходить в атаку. Сейчас тот момент, когда нужно байбеки сайвить, с одной строгой стороны. У Акса почти байбек-то вернулся. Меньше трех минут остается. Аегис минута, байбек три. То есть, будет двухминутный табер, в который что-то можно пытаться сделать. Патрашан будет готов вернуться. Эбисол готов. Байбек при этом остался. Да, то есть, 350 рубик, 900 бестмастер, вот два героя, которым нужно денег найти. Сейчас у Акса могут быть проблемы, он очень далеко выходит. Там его уже ожидают всеми силами. Да бояться, бояться, это же может быть байт. Понимаешь, достаточно. Да, да, вот, вот, просто вышли, сразу тебе в сультит, прям в ту же секунду. Просветил, не муздал. Отрабатывает для команды по вижену на максимум. 20 секунд остается, и бумы могут резко пойти в атаку. Тот же Ятор, вот, так опасный бег. Ну, ты говоришь, его бы сейчас, да, типа, сейчас бы убить. Топорики, линку дропнули, птицей. Прыгает Ятор на беста, тайминги 6 секунд. А может быть, Ятор как-то постараться посопокусить пока вортекс. Харносфера по двоим, неплохо, но там сразу же даунбрейкер влетает. Опаша! Не убили шторма, живет Аегис. Пропадает Ятора, пытается избивать Рубик, ставит ответную хрансферу. Честно говоря, есть к ней определенные вопросы. Девс избивает Джекбойс на Ятора. Есть баш Джекбойс под Нимбусом, нет больше Блэкинг Бара. Полетели деревья, Джекбойс отступает. Надолго ли? Нет. Есть байбэк, тоже может вернуться. Ну, Рубик, я не знаю, то есть он вроде бы батя. Непонятно было. Сначала казалось класс хрансфера, там секунда прошла, такой, так, нет, что-то не то. Там что-то враги. И в меньшем количестве войду вообще норм. И Зев стоит, смотрит на это. Да-да, 6 тысяч вой, там много земли, много цены. Ура, ура, наконец-то Ятор начал наносить топовый урон в драке. Это произошло. Да, очень круто сыграл Бестмастер, он реально с обухом выдвинул. Шторма из хрансферы, тот не умер. Так, получается, выкупилась ВР-ка, правильно? И все на этом. Два героя в таверне оказалось. Тут база, там до 4 подъедается, вот катапульты там работают. На самом деле, вполне вероятно, стоит просто задуматься о том, чтобы купить там 5 травелов. Может быть, это чуть ли будет не единственный сценарий. Отправить птицу, типа, сделать на нее телепорт, ну ты понял. Да-да-да-да. Случит так, как будто бы они реально могут... Вообще классный план, да, учитывая, что есть птица. Учитывая, да, что есть птица, учитывая, что какого-то шторма оставляешь, который просто собьет через все. То есть, вот, где-то на Вижне увидел противников, полетел, они делают телепорт, а что вылетает шторм, сбивает. Игра заканчивается. Тем более, постоянно мы видим линии толкаются, постоянно крипы чуть ли не у вас. Вот прямо сейчас, например. Так, тут врыв на мипошку, линька вешается, тут же дропается, коллапс, прыжок на штормах. Хватит ли подсейва какого-то, будто он вообще шторм улетает на всю ману, уходит очень далеко. Рубик забирает колл, Зевс ультимейт отступают, игроки бум, как могут, врывается дальше войд, хрона нет и боится. Там остается рор. Линька, возможно, в тот момент еще была в кд, диск был готов, на готове, можно было его собрать. В любую секунду, да. Ух, да, развязка может быть крайне неожиданной. Ну, Дазо может выкупиться, ДД у Тини снова. Угу. И гем выбили, но не забрали. Так, у журок. О, от Рубика на Ятра обрывается, Торонто Токио начинает стрелять по схему, срабатывает диджек, бойз на Торонто Токио. Очень много тратят вместе с Ятра, могут убить! Вортекс по-троим залетел, Торонто Токио остается в этой драке один и дерется до конца. Удар, по-еба-жоу! Выкидывает дерево, жесть, какие там криты вообще летят, ужас, но... Но самое главное, что без байбека, эээ, бойз. Да, Ятра без бая, без бая, ему не хватает тысячи золота, то есть никак, никак, там баунти руны как бы ты не подбирал. Четыре байбека, ну окей, три байбека точно будут, Дазо уже подождет, нужно выкупаться, даже, по-моему, нет смысла ждать. Очевидно, что бум сейчас пойдут, там даже не на мега крипов, а в Трон можно идти сразу же. Хороший варт, смотри, ставит с кем, он забежал в Смаках, тут заранее все проворзил. Слушай, а шторм будут выкупаться или нет? Слушай, он может. Интересно, стоит, не стоит, а лететь куда? А лететь некуда. Просто с базы, прямо сюда. Нападение, подцепили у нас в мир, на этих вардах, он после бая погибает. Надо шторму выкупаться, игру можно закончить, неужели нельзя рисковать? Мы знаем, что в Вайдане нет бая, он не знает, то есть в этом плане проще переждать. Потому что ребята пока справляются и сами. Глиф. Ух, ну страшно, страшно, ты же понимаешь, что Войд может в любой момент выкупиться? Теоретически, поставит хрону сразу же на тебя, ты прав, ты прав. Так рисковать не могут, ну и так бумы сделают мега крипов уже хорошо. Можно отступить, дождаться Рошана, и тут уже игра против мега крипов. Спирит не смогут 3 минуты там бегать, урошпит и смотреть, что там происходит. Да, как же бум тяжело. Теперь мне 5 травелов нравятся очень сильно, потому что еще мега крипов будут постоянно давить все линии. То есть там нет варианта, при котором крипов не будет на базе, то есть бакдора точно не будет. Ох уж эти бумы. Вроде как, почти выиграли. Потом почти эту игру уже с уверенностью отдали. Вот этот вот в лёд, то есть даззл в таверне, они реально здесь оказались, подставились. Да, жесть вообще. Да, но Торонто хорошо раскидал вот 2-400 крип. Если бы я паш еще не умер, это была бы совсем беда. Так, а тут нападение на Торонто после бая. Торонто, 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 Торонто,... Торонто, 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 Нельзя умирать! Ну ё-ка-ка-раз-ота. и посмотри где все остальные все остальные на базе кайфуют что-то лежат что-то делать ну да ну далеко на это рода так далеко когда замыслов только сочетали кайфу смотри а как играть пистолетов не будет а теперь если что будут выкупаться бум и вести в путь там размер какой-то потенциально то будут выкупаться идут ребята 4 патроника крипы принимать ятор никто его даже показить не пытается пока что полетели топоры и вортеx яторо шелой грей пытается клапс как-то помочь и летает колл много урона по шторму шторм уход на блатенье яторо остается здесь один тайвол в последний момент пытается отгибаться сатаником под крипов хрансфера трон падает просто стоит шторм в другой стороне и хрансфера не спасает команда бум забирает третью карту сегодня нави отдали 2 и спирит уже дают первую невероятная карта спириты были близки камбэку но бумы смогли дожать помнишь что я сегодня говорят что там лучшую карту я уже сегодня посмотрел и надеюсь что у нас будет еще лучше вот она вот эта карта снова против команды из восточной европы основа двумов и это просто рвань что сейчас происходило как они играют этого я не вот где-то здесь в сердечке сердечки аналитиков тоже сейчас узнаем да передадим слово тут реально есть что обсудить невероятная на самом-то деле заруба и мне кажется во многом там практически получилось камбэкнуть и зарешал этот момент его нужно конечно под микроскопом рассматривать что же там произошло как шторм вышел из этой хроносферы у нас есть догадки и о них кто из вас хотел бы рассказать об этом давайте есть это тип так вы сразу хотите к тому моменту или все так можно поиграть чуть-чуть давайте может начнем просто тот момент хочется давать вот этот момент где короче бестмастер переманил совуха и вытащил с пылом активным совуха из хрона своего шторма который был 5 хп наверно и шторм улетел и в итоге не умер я обещал вернуться обещал вернуться да и вернулся они потом выиграли драку но что мега хайлайт респект команде просто хочется сказать что именно из-за таких игр и хочется смотреть доту это просто было шикарно было было выиграна начало очень красиво от спиритов потом был камбэк от бумов потом камбэк но не спирит в итоге и интрига сохранялась в течение всех пятидесяти минут непонятно было кто выиграет и потом вот этот вот просто хайлайт но мега игра я фанат бумов теперь да он мы тут переобулись мы теперь топим за бумов бума в нереальной форме я думаю что они выигрывают они в хорошей форме особенно джеки бойс джеки бойс на сигнатурный чем кстати для себя дб на керри на керри да вообще по спиритам если сказать они снова проиграли игру за то что не было байбеков то есть они перевернули игру и в решающий момент когда миди драка бума выиграли за счет байбеков и тора не хватало просто 800 голды до выкупа они проиграли егэ также и сейчас снова закинули выигранную рискуют но подумали что уже вот все перелом момент мы дали там хорошие пиков и забрали рошан забрали аганим аегис и думали что но сейчас уже это раз здесь заберстить никто не сможет но слушай войт реально выглядел не убиваем у него было гоним был сатаник ему все что нужно было это получить грейп и нажать кнопку q на кураж я на самом деле хотел все-таки немножко пройти по моментам почему игра была такой сложной все-таки игра простая сложная до простая сложная игра все таки спирит выиграли в начало в ноль все линии акс был супер огромный у вайда отличная граути нехорошая игра но те моменты когда акс купил blink просто не хватило берста я не знаю стоило принимать эти драки в миде акс прыгает ульта валоры нету дэмиджа акс огромный акс умер зачем это нужно не знаю второй второй момент бума нажимает смог мира ультует на здесь все знают что не смоке коллап встает на хг вид в эрку прыгает в нее опять тоже ситуация ульта валор в эрка не умирает и что кто-то не нажал кто-то не нажал кнопки или то зачем тогда драться у акса одного нет дэмиджа убить героя сильно не хватает дэмиджа зевс на суппорте на самом деле не дает того дома что зевс на миде а тени но не сразу включился в игру по сути в общем вот эти вот две ошибки на сами повлияли очень сильно на темп позволили как раз бумом тампануть забрать рошана забрать карту из-за этого игра была сложной если этих ошибок бы не было то как мы сказали у спирит пик проще наверное да не скорее всего бы выиграли эту игру на самом деле казалось уже что спириты практически не могут проиграть после только не забрали последнего рошана да вот залутала гоним казалось вот лично мне казалось что ну все тут уже полный камбэк они уже не проиграют но потом хайлайт что стягивает троих туда валора по троим своим молотом бьет два раза два раза два раза да в общем но этот момент конечно все таки где шторма вытащили из купол он подрешал шторма не было бая в этот момент насколько я не утверждаю конечно сто процентов но все это было бы неприятно а хотелось бы посмотреть это было очень красиво это может было может и нет вся игра хайлайтер может быть может быть каждый шекл от тимса по игре это просто хайлайт очень хочется отметить вообще игру саппортов и тимса и схема для всех отметил все бумы это просто ну я фанат официально да 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 спириты играли тоже на самом деле очень круто игре и в это во время прилетали все было здорово играли в свою доту да ми пошка играл идеально надо все игре все играли как умеют но вот таких таких хайлайтов я бы еще сказал что акс на самом деле такой герой мы видели что начало он выиграл а потом всю игру его просто кайтили по драки с бонами замедлениями всякими очень тяжело было так сказать вообще интересно именно акса совух оп это совы писта он светит от разном совы пистада он изначально был у него то есть и потом кроме вот этот это хрон сферок как бы тоже спорили о том какой самый бесполезный скилл можно своровать на рубики трансферок не относится у шторма был байбек но все равно момент достойный хайлайтов момент но это мега хайлайт но конечно если бы пока что это было бы еще красивее если бы бист подошел переманил бы его и вытолкнул я думал что это именно так было но по факту это же круто конечно но это нужно тонко знать механику я честно говоря не знал что ты можешь так сделать по отношению к своему союзнику но если его изначально был от совух возможно он знал он же мог быть сэнши сэншом любая сэнкрипом показалось послышал что другое что послышалось сэншей сэншей да спасибо сэнсэй сэнсэй ну круто круто классная игра и очень классно сыграли и одни и вторые на самом-то деле но вот эти байбеки да действительно это визитная карточка наверное спирит иногда ребята слишком верят свои силы идут без бая играют нагло и это их наказывает где-то хорошо понятно что это группы но главное чтобы это не пришло где-то в плей-офф я думаю учится на ошибках на эти они тоже разгонялись одна ошибка уже такая была и здесь уже назначь и я бы сказал что это совсем другая ситуация когда они проиграли и гэ там все-таки у них вообще никого не было бы бэков против медведя здесь не было бы и бэка только вайда которого убить очень сложно это немножко разные немножко перебью тебя да потому что там они вели около 20000 до этой игре а в этой они набирали они в этой камбэк или тут каждый слот как бы очень важен когда закупиться иногда и рискнуть а там а вот там как раз оправдания нет когда они ведут там допустим 20 тысяч 20 тысяч и не оставляет на байбек справедливо но классная игра в любом случае надеюсь что 2 будет точно такая же потому что команда стороны действительно хоть мы на протяжении всего дня и вчера возможно тоже говорили о том что бум и ну в хорошей форме но мы так и не видели но вот сейчас все таки они показали что они действительно очень круто играют параллельные схватки у нас чем заканчиваются я там и вел джинниус выиграли нави первую карту без кост обыграли энтити и тиммастер обыграли тундру интересно без кост энтити обыграли энтити вроде не фаворита сейчас а на верхних позициях в группе b турнир каждый может обыграть каждого о чем мы говорили как раз очень плотные команды вообще бума на протяжении всей игры просто сапили вайда по всей карте и сложно было что-то против этого сделать там идеальный контроль был от тимса рубика телекиназы были я бы и я паш на самом деле на абсолютно не метров шторме отыграл что не идеально согласен то есть несколько было моментов когда он собирал арханур на и тут думаешь ну вот сейчас что достаточно сильный довольно таки метовый герой и это арханур на у него было кстати достаточно часто повезло о пошли хайлайты но все таки знаете вот спорный вопрос насчет того насколько сейчас слабый шторм мне кажется он просто был очень сильный но по факту сейчас откатился обратно к своей вот ну свои базовым настройкам да базовым настройкам он по прежнему неплохой герой который очень классно залетает в бэксайды где-то цепляется портов вырезает их не дает там нажать какие-то кнопки то есть вообще нужно на это обратить внимание учитывая что сейчас очень распространены такие герои как виверна дазл мне кажется шторм против них может очень даже эффективно работать соглашусь соглашусь герои хоть и перенерфлены на самом деле ну ладно да правильно сказал на был им баланс не стал просто баланс там он не баланс на слабый на самом деле просто люди разучились возможно с него играть смотри вот пожалуйста слабый шторм против чемпиона фронта пожалуйста так он должен был проиграть в чем его слабость объяснить слабость том что ман кончается очень быстро она ну прям но быстрее чем раньше чем королей и он понерфили не только шторма понерфили шмотки которые чтобы собирать то есть нули кикаю сашу ну что он переделали полностью то есть орчит переделали все шмотки которые что остается покупать только орчит который уже почти не регенит монт слушай не знаю вместе шторма и ну обычно покупали просто пкб какое-то быстро и этого не облака и еще кая понижала расход маны а сейчас каяни понижает расход ману леки понижали ну и потом это делали нулики до соответственно а сейчас сейчас такого артефакта нет жене туда часто и только надеешься на ней тралка до 5 процентов из молитвы на фэйрит ринки да если она падает то может быть шторм более-менее но вот тем не менее она выпала тем не менее но остается все равно вот такие моменты таких вот неприятных персонажей тем не менее да смотрим хайлайты в каждой драке просто мы видим эти сумасшедшие шарик вы просто teams преисполнился на варке по моему да я кстати моим и отдал но честно говоря когда ты играешь так против трех полу дали трех пилишников ну и не знаю ну ладно тебе может легче связать чем когда толпы тебя бегут причем тут тешит с этапе чторм подлетает там vortex на него нападает но нет я не спорю что это круто все-таки это просто хейтер я не хейте я то что скилловый игрок наверно так и долго играть я вот о чем это не что-то невероятное но это класс даже наверное комбинация удачи и скилла да да ну так вязать на постоянной основе мне кажется нереально но каждая драка просто выдает просто шикарный шакал и кошка кстати опять на своем дозле просто каждой драке успевает нацелить братишек этим ни разу не видел чтобы штурм влетел вот он сейчас влетел дал ему арчит но я вот я вижу что даст был просто слова ушел не знаю вот все-таки вот выглядит так что если бы вместо акса был какой-то другой герой который бы не в один конец прыгал да если вот он прыгнул и хватило берста токи не хватило акс просто под замедлением все не играет тут же погибает вот честно я бы не стал говорить что здесь как-то акс неправильно сыграл не граница что неправильно играл или акс был здесь плохой герой акс очень хорошо зашел просто надо было почетче это разыграть а я уверен наоборот так супер плохо тут зашел потому что у него нету дэмэджа от команды тени хочет что-то поднабрать что в хрон налить вот с ним не играет дазл не дает дэмэджа и зев на суппорте low level я об этом и говорю они плохой герой на плане не хватает дэмэджа не форсились в драке как раз те тайминги когда у них не было дэмэджа у них и не было дэмэджа алексей пытается сказать что им нужно было подфармить почетче разыграть и не давить в тот момент когда было было преимущество пробовать еще ну как бы потихонечку скажем так вы фармить всю карту и потом уже с хорошей доминацией верно друзья спирит как раз такая команда которая чувствует этот тайминг я не могли это сделать друзья скажу вам так чтобы не можете играть против профессиональной команды фарми в пятером вы не можете они парни ладно у них просто не было дэмэджа чтобы сделать нормальный мукути не лимитированный дэмэдж у акса дэмэджа просто нету у даст вот тоже просто нету отбатить на ульт валоры отойти как подраться без ульта валоры ну что теперь не могут так сделать конечно они могут это сделать не интересно я пора если что первых вах рона даже не нажал просто не нажал просто почему я об этом заговорил мне кажется там много аутов было кого взять а не было такого что никакого героя не просто взял акса ну то есть а зачем а для чего возможно это как бы один из моментов где проводится тесить может быть героя ребята назовите героя лучше потому что акс по мне зашел идеально он позволил начал я уже сказал потому что не доиграли лимит games перед против супертемпового пика трудно играть фарм там назвать назовите где-то лучше вот из тех которые были а кто там по почти все герои коллапса были забанены и там кроме экспорт почти ничего не оставалось там было более 80 героев я уверен предлагаю закрывать и все еще не назвал ни одного из них более 80 выбирай любого тебе ладно неважно в общем отличная игра у нас да игра самая интересная за те которые я видел 1 из тайт хантер был бы хуже дал бы много дэмэджа дал бы много дэмэджа оба не дал дэмэджа но его бы так не убивали возможно он бы прыгал и давал бы позицию а он прыгал и погибал просто в один конец клокверк может быть хинтавр клокверк он бы дал спейс тоже интересно то есть прыгнул подстанил когда много старых тяжело а кстати нет хинтавра нельзя все-таки пикать в рубика он украдил стампит почти любой ситуации справедливо клокверк неплох был если честно я подумал чуть-чуть да ну знаешь я не могу себе представить коллапса на клоке ты сам говорил он играет или алексей кто-то из вас точно говорил что коллапс неплох на нем или я отказываюсь принимать честь в этой дискуссии то что кентавр и клокверк были лучше чем вакс я вас понял я просто накидываю я понимаю да но мне понравился как минимум как минимум ленинг стадии атакса мне понравилось мы увидели то что хотели на линиях игра не заканчивается к сожалению или к счастью или или впереди еще одна карта правильно и у спирит сейчас будет повод подумать но хотя бы свести в один-один я думаю что конечно спириты вне угрозы попадания в плей-офф верхней сетки не там не все так однозначно все так однозначно а вот есть возможность посмотреть как все я вот кстати тоже могу сказать там обе команды сейчас 6-5 6-5 до его все это да мое уважение я вот когда ты сейчас кстати решает плейсмент в группе игра значит сейчас интересно как раз что будет делать перед потому что против них были ну максимально стандартные герои для этого турнира будет ли они как-то подстраиваться под это будут легнуть свою линию очень интересно за банки в арку для кажется не будет бана в арке возьмем просто что-то такое уверенное а кстати а валора опять выиграла то есть не какой же винрейт получше самый самый топовый получается на 9 из 11 но если мы какие-то игры не пропустили 10 из 11 11 до бан разорок разорда разор вайпер будет от бумов ничего не будет менять скорее всего может подумать от баня до зла все такими пошка на дозле вот выдает перформанс конкретнейший хоть он и проиграл обе игры где он выдавал конкретно что ничего не меняет знаешь нет смысла банит разор если не банишь вайпером это очень похожие герои выполняют одну функцию как помню почему выигрывают линию выигрывают линию почему нет смысла банят в мире банят мире бабку классическую здесь также эмбер спирит опять не совсем понятен понятного я паша сигнатурный эмбер мира сигнатурная бабка кажется если оставить вайпера сейчас уже возьмут коллапсу вайпера и марси марси остается мне кажется бан бан балори сейчас будет как раз на фп для еще кстати размен пока пока тени забанили верно все-таки боятся верно от бумов походу там был конкретнейший перформанс вайпер так вот похитили такие хорошие ответы на вайпера вообще fuori он фури он фури он я не видел спиритов с фурионом вообще с лапс играет на фурионе хочется брать 1 стадии фуриона вообще насколько это критично что еще раз первой стадии брать фурион насколько критично я знаю марси фурион хороший ответ на вайпера да южноазиатские команды кстати вайпера рейтит и на другие позиции свапать то есть они его могут на суппорт на 4, на 5 поставить. Да, Фуриона тоже можно свапнуть. Да, да, но Фурион на суппорте такой, знаешь. Рисковый герой. Тройка, единица. Ну да. Тини? Тини пак? Не, пак, наверное, не обязательно. Не отходит от плана. Может быть, стоит коллапсу героя брать пораньше, если так много хардеров банится за все драфты? Тоже открываешь его рано, понимают, на ком он будет играть, и ты как бы весь свой драфт раскрываешь, наверное. Ну, не весь, только коллапс показываешь. Знаете, что интересно было посмотреть? Винрейт Тини именно на миде. Такое ощущение, что этот герой выигрывает только на четверках. Нет такого? Возможно. Что уже не работает медовый Тини почему-то. Ну, Микки вчера, по-моему, не, может, какие-то игры выиграл, но, по-моему, 80% игр он лузает в миде. Ну, вот, по крайней мере, из того, что я видел. Но Тини пока же самый популярный герой на турнире вроде как, но не самый выигрывающий. Ну, у него нормальный винрейт для героя, которого берут больше всего на турнире. Мне кажется, в Тини на миде можно просто обжечься о билд. Вот мы уже не раз видели, что иногда не то собирают на него. Может быть. Ну, билд примерно одинаковый всегда, но порядок покупки вещей иногда неправильный бывает. Ну, типа, либо даггер саблей, либо сабля даггер. Особо ничего не придумать. Внут линию с дазлом Тини? Валора, все-таки опять для бумов. Точно что-то должны придумать. Спирита, мне кажется, против этого всего. Аппарата? Какой-то Рубик для Миры, мне кажется, может быть неплох. Он и против Вайпера прикольный, второй спелл украсит, и пассивку вырубаешь, и этот герой может рассыпаться. И дэмиджи добавишь, там в Тини можно побегать. Точно что-то будут менять. Вряд ли снова обмолы. Будет ли бан Марси от бумов. Марси? Да, Марси. Ну, уже Тини. Я думаю, не будет. Или от Спирит. От Спирит, может быть. Джаггера. Часто команды на этом турнире Джаггером на Вайпера отвечают. Самый популярный ответ, скорее всего. Более-менее второй на X, наверное. Что? Второй на X после Джаггера. А какой-то Алхимик как против Вайпера стоит с Даззлом? Я же плохо. Очень плохо. Просто Даззл под тучкой, может под этим ядом этому Вайперу... На бумаге, да, конечно. На бумаге работает. Алхимик так ключевает такую тучку, ой, эту бочку ставит тучку, кидает Вайпера, Вайпера крипы бьют, Даззл туда еще это задувает хилом. Но это на бумаге. Ну, кстати, у Спиритов есть Тинни. Он может просто прийти на какой-нибудь там четвертой минуте сделать ТП, кинуть Вайпера с Тоса крипов, под хил. Вообще можно против Вайпера часто делают, что придумывают что-то такое, чтобы один герой в топе постоял, и Вайпера именно прессануть очень сильно. Тинни тот герой, который может триплой встать. Тимберсо для коллапса. Ну, какой-нибудь, к примеру. Фурион какой-то может с Солу постоять. Все еще Фурион спокойно стоит с Вайпером. Энигма с Соло. Все-таки сапом стоит намного сейчас. Ну, ты знаешь, можно даже не делать там триплу и соло линию. Можно просто Тинни стартануть, из кустов выйти тоснуть, тэпнуться, помогать Тафф Лейдеру. Ну, пару раз надо тоснуть. Так, наверное, надо делать. Одного фрага точно недостаточно. То есть надо ставить Тинни на четверку, думаете, да, против Вайпера? Я думаю, да. На колле Тинни тяжело играть против таких замедлений. И фрагов каких-то там Даунбрекер опять будет хилить и мешать. Хотя Тинни мид неплохо в любом случае, чтобы добрать что-то на четверку активное. Но все еще в кэри можно... Чтобы добавить движухи спилетом. В теории взять какого-то лайфстилера. Вчера нам вроде бы Нави это продемонстрировали. Если я не ошибаюсь. Может против Вайпера работать тоже. Вчера Тундра пикнули на Айкса Вайпера, но там линию не нашел на Айкс. Ну, а потом по игре вроде бы неплохо раскрылся. По игре много героев неплохих Вайпера. Именно конкретно на Лайне тяжело против него играть. Ну, против него хочется наверное героя взять, который может возможно рано уйти в лес. тогда в таком случае. Такой тоже может работать. Если хороший бан Марс, потому что спиртом такое ощущение, что надо открываться с флекс героя на несколько позиций, чтобы не показывать полностью свой драфт. Согласен. Может быть что-то придумают для Тора. То есть дадут какой-то бан. Ну вот им с чего-то открыться надо будет. Может быть. С чего только. Не совсем понятно. если хочешь король чтение на четверку ставить. Не совсем понятно, с чего открываться. Хочется открыться стройки или с единички в такой ситуации. Или с флекса типа Марса. который аля МИД-3. Вот такого героя надо будет взять. Ну а кого взять остается под Тинни? Какого-то рейнджа в тройку. Кто это? Опять же Некролит? Да героев много сейчас. Некролита что-то мы почти не видим на этом турнире. Какая-то Энигма. Энигма есть. Почему мы не видели Лизажа вообще здесь? Не понимаю. Слушайте, под Тинни можно пикнуть и какого-то бестмастера Ликана. Такое тоже может работать. Не обязательно должен быть рейнджевик. Согласен. Ну опять, знаешь, как-то стоять на... Ну тоже на самом деле... Вот ты видишь Даунбрейкера, вот этого и тебе совсем не хочется. Но допустим, на другой стороне Вайперы эти герои работают отлично. Да, это правда. Ну а если Вайпер 5... Какой-то Слардар, кстати, для Спиритов может быть неплох, мне кажется. Открыть Слардар? Не, не открыть, а на 18-й, на 24-й. Там они еще увидят героев. Все еще хорош, конечно, Фурион через Весел, мне кажется. Кстати, с Тинни на линии тоже неплох. Ну, кстати, смотри, сейчас на 15-й пикнуть Фуриона вполне реально, потому что забанили... Вчера кто-то же играл с Фуриона. ЛГД. ЛГД. ФСБЯн играл. Очень жестко отыграл. Он линию свою неплохо поставил и Вайпера как раз, там тройка Вайпер был. И вот этот хил от, ну, даунбрейкера будет немножко нивелироваться. Еще и Тора может сыграть на Снайпере в Вайпера, но тоже не на 15-й. Какая-то Медуза плохая. Мы вчера видели Снайпера в Вайпера, да, и Снайпер был не ласпиком, и они получили спектру в ответ. Да, но там вообще не в спектре было дело. Там дело было в том, что у Вайпера был 20 динаев на четвертой минуте. Мне кажется, и Медуза против Вайпера неплохой герой, кстати. На линии по игре тоже. Плюс-минус. С условным разом. Но, если честно, я не верю, что они возьмут Фуриона. Мне кажется, это вообще не их герой. Я, по примеру, ни одной игры вот именно от команды спирт не видел. Ты игроков видел в паблике. Типа в теории Друид как-то может, но тоже нет, наверное, да? Да, и Тора ни разу не видел на Лондруиде, но вот много раз... Пангольер. Пангольер. О, я зашли. Ждали в баннсикер и пик Пангольера. Это круто, грамотно. И баннпака еще, а Бум так ничего и не поняли. Какая-то медуза, может быть, и для Бумов, кстати, неплохая против Панги еще. Хотя нет, нет, нет. Я все запутал, я все перепутал. Ну, Панга, кстати, оставляет позицию флекса, то есть он и 3, и 2 может играть. Мы на этом турнире видим. В Панг от коллапса я почти не верю. Он играл в паблике. Он играл в паблике. Я просто не думал. Моментальный дэбл пик, они вообще даже не думали. Опять инвокер на турнире? Блокер. Марси добавили к Вайперу, я впервые видел. А, Марси добавили, Против ВП. Против аутсайдер сыграли. В Вайперу это, конечно, интересно. Что, надо взять какого-то героя, который постоит против этого, в легкого? Панга, кстати, неплохо лейнет против инвокера и по игре хорошая игра. Я тоже, кстати, играет на карри Панга. Да? Тренинл фаблика. Но в это я тоже не верю. Я уверен, что это Панга для Торонто против, ну, просто в мид против Вокера. Вайпер Марси это очень сильно, это очень больно. Не знаю, какой герой здесь может вообще хоть как с ними постоять. Пока мы еще не видели на этом турнире Контру. Гарри Абадон? Нереально. Я уже говорил об этом сегодня, но... Может, снова Вай, да, кстати, возьмем? Просто в лесу. Нага, сирена. Нага, прикольно. Может, сработать. Но, если будет Ильзанис, кстати, прикольно, нет? Энигма. Энигма от коллапса. Ну, мы предвидели. Это трипла. Возможно. Намечается. Ну, не факт. Возможно, но не факт. Энигма все-таки у него слишком большой кулдан на второй спел сейчас. Мне очень приятно одному будет стоять. Ну, это, скажем, Тинни левель на третьем, тэпнется вниз, просто убьет вайпера, а потом еще раз убьет вайпера. Хотелось бы в это верить. Осталось героя, получается, выбрать для Этора? Какого-то поддаззла. Ну, вообще, кстати, у Бумов тоже прикольный флекс есть в том плане, что если будет Иллюзионист, то могут вайпера четверкой сделать, а Даннбрейкера три. И очень круто будет по игре против этих людей. На вас пику спирит. Ну, да. Но я имею в виду, это три-четыре, по идее, может быть? Или это снова Джеки Бой? Тот самый? Джеки Бойс? Да. Известный Кэрри? Да. На сигнатурнейший Валар. Даннбрейкер. Баня твой, да, для Этора. Я думал, что Войт может быть, просто в лес уйдет в какой-то момент. Ну, вайдом ты все-таки не хочешь ходить в лес. Ему очень тяжело долбить этот лес. Очень долго. Макс, ты или Алексей, вы же оффлайн-игроки. Вот против кого на вайпере было бы не так просто, как против остальных. Ну, как я уже сказал, фурион снайпер. И все? Что-то из этого. Да, рейнджевые герои, которым ты не можешь подойти, плюнуть. Снайпер можно увидеть. Хотя против Марси и инвокера тяжело будет. Я скажу одного героя, но ты скажешь, что это худший герой из-за всю историю Дотса. Старк? Да. Это худший герой из-за всей истории Дотса. Я стоял как-то на вайпере против Сларка. Ну, возможно, я не самый игрок на вайпере, но потом очень сложно ему что-то сделать. Тут надо еще думать, что будут перетяжки от тени. Ну, да. Ну, не, но Сларк это трэш. Кринч, я бы сказал. Могут хайпового варлока себе пуму взять. Нужно что-то придумать, чтобы Энигми в блокхолт билет. Кстати, Марси вроде выкидывает первым шпеллом из блокхолла, то есть, ну, небольшой сейф есть. А, кстати, они Рубиком банят? Решает эти вопросы. Да, банят Рубика. Это получается... Кстати, вот ПЛ было что-то между пойти в лес и скинуть стаки вайпера. Кстати, да. Неплохой вариант. И Даззл, кстати, хилит с ПЛом. Это прикольная линия в том плане. Ты иллюзиями набегаешь, даешь хил вайпер мягкий в этом плане. А мы иллюзии не добегут никуда, мне кажется, вначале на вайпер. Ты с допеля прыгаешь. Чем можно играть? На листочке-то неплохо, но мне кажется, что... У вас все на листочке неплохо. Пессимисты. Стакан на половину пуст у этих ребят. Для Наги пуст или полон, как думаешь? Для Наги? Да, для Спирит. Нага, Энигма. Ну а что? Прикольно. Выглядит как второй. Ну это же, да. Сон, Сапа в банке. Мне кажется... Нага, кстати, прикольный вариант. В Нагу могу поверить, что Спириты возьмут Нагу. Тем более, Сигнадли и Торрен. На интересе помнят. Не хотай дорожкировать. Но просто ради напоминания у нас еще есть Doom. Кто есть? Просто Doom на вас. Мне не надо. Дума к фразу. Посмотрел, увидел. Осталось 5 секунд. Это на руке у тебя там шпаргалка с Doom? Мы сегодня договорились, что у нас на руке будет Doom написано, чтобы мы не забывали. Ну, кстати, если это Кереб Донбрекер снова, для Энигмы линия будет очень тяжелая. Там удалены просто вот так вот исчезают. А какого пятерку надо взять Doom, чтобы против Энигмы? А мне кажется, любую Донбрекеру без разницы. Мне кажется, на лейнами надо, чтобы с ДБ постоять, как-то загнобить. Может, даже опять ВР-ка, кстати, не так плохая. Может быть. Ну, может быть, какого-то героя, который Блок Холл тебя собьет по типу Варлока и тимфайта добавит лютого. А ТАшка не стоит никак против? ТАшка в бане. ТАшка в бане. А, в бане. Может, стоит. Может, и нет. А может, пошел ты. А может, какая-то венга, кстати, появится? Такая внезапная. последний раз, когда венга появилась, приятно удивила. Да, да, да. Но это была тройка венга. Внезапность. Но венга слишком слабая линия. А почему никогда не пытаются взять просто пятерку Абадона, если, ну, если увидит вайпера, я просто не понимаю этого. Это юзлаз? Да нет, это нормально. Просто, может, не очень в мету сейчас вписывается. Суппорта франа открывает. Так, иногда периодически, когда вайпер появляется в мете, в мете появляется пятерка Абадона, которая против него стоит. Просто вайпер в мете давно, а пятерки Абадона мы все еще не видим. Ну, если честно, могу себе представить, как приходят вайпер и Марси, Абадон улетает с прогиба вне позиции и просто умирает. Щит не щит, просто дохнет. Справедливо. Чен. О, это круто. Это серьезно добавляет темпа команде. Блин, хилас только Чен, Валора. Очень сложно. Кунка. Прикольно, мне нравится. Кунка. Может, это Керри Тинни и миндового аппарата взять? Осталось 10. По рецептам. Ладно, это шутка была, на самом деле. Прикольно. Времени совсем нет у Спиритов. Берут сероблей. ТБ, штабая. Ну, тежевое сердито. ТБ, герой, у которого есть демодж, все вот это вот дело перебить и Чена, и Валора. Но Нага мне нравилась больше. Не-не-не, ТБ поинтереснее, мне кажется. Обязательно нужно перетяжку Тинни как можно раньше. Убить Вайпера пару раз. Если это не получится, ТБ придется уйти в лес и, скорее всего, ТБ очень быстро упадут. Ну, подмету Вайпер может и так разок откиснуть, на самом деле. Думаешь, может Тинни вообще начать в боте, чтобы убить Вайпера, как паблик делать? По усмотрению. Это, конечно, прочитается, скорее всего. Прочитается, да. Честно говоря, тут зависит все от того, сможет ли, мне кажется, ТБ добраться до шмоток в этой игре. Если доберется, то, наверное, уже даунбрейкер в лейте ему ничего не предъявит. Я бы сказал, зависит от больше, наверное, от ранних ротаций Торонто. Как он поставит мид и что он будет делать в первые 15 минут. Если он даст пейс, то играть будет легко. Торонто на фанга хорош. Хорош, да, но не всегда. Ну что, господа аналитики, последняя карта на сегодня и последние ваши предикции. Говорите по очереди. В общем-то, давай, Кангер, с тебя начнем. Я фанат бумов. Я не могу против них ставить. Ты, по-моему, их фанат. Я тебя бум-бум-бум. Соответственно, я за бумов 100% каждый раз, когда их вижу. За спиритов. Грата? Я в этой игре за бум. Ну, тогда я пойду за спирит, чтобы было 2-2. Ну, и передаю слово комментаторам, наверное. Lex, inmate. Да, это мы. Всем доброй ночи. У нас супер игра, супер первая карта, но когда мы начали смотреть на турнировую таблицу, это вообще шок. Там такое развитие событий. По факту, у меня вот были мысли, что спирит вроде как им не то, что все равно, но могут отыграть легко. Нет, они даже могут вылететь. Это просто шок. И на вылете уже и команда Na'Vi потенциально, потому что они уже 2-0 проиграли. И Na'Vi ведь завтра играет со спирит, и там будет битва за выживание. чтобы спирит точно прошли. Короче, жесть. И бум, который... Я сегодня утром слышал, ну, бум, это аутсайдеры на вылет уже идут. От кого? От адеквата? Да, в целом. Зайди в интернет, там почитай. Каждый второй пишет. Эксперты наши любимые. В итоге бум сейчас могут легко и на третью, а то и на вторую строчку зайти, потому что Энтити проигрует без костом. Короче, сенсация за сенсацией. Что тут ожидать? Все, мне надоело делать предсказания. Знаешь, смотрим игру, а происходит черт возьми что. Скажи, 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 что спириты выиграют. Спириты выиграют. Все четко. Все? Да, меня волнце это устраивает, потому что это гарантирует нам хорошую игру. В любом случае. Я думал, скажешь, что спириты проиграют. Я сказал, что они выиграют, то шансов уже немного. Нет, нет. Ладно, давай к драфту прыгнем. Давай. Как тебе? Опять же, хотелось бы видеть что-то, что работает против Энигмы, и они взяли Чена. Он не работает против Энигмы, поэтому пока у меня ничего не понятно. Но единственное, что у меня точно есть, это вера в то, что эти ребята знают, что делают. Потому что ты сидишь, у тебя 23, там условно драфт, ты берешь этого Чена. То есть супер какой-то не дефолтный пик. Опять же, у нас не очень много игроков, которые просто на нем играют, хотя стали появляться, да, в рамках мажора побольше. И в целом, то есть, захил Валора, захил Чена, у тебя от Марса 3-я обилка тоже там дает подхил. Сейчас что-то будет, с кем тут может с миром встретиться. Тут непонятно кто кого. Вышка не стреляет, типа видит, что варда нет. Полетел Рикошка, полетел Ария. Да, прикольно. Ну ладно, на плюс позитиве начинает спирит. В общем, что я вам скажу, спиритам нужно побеждать, бумам нужно побеждать, у спирит и у бума сейчас 6-5, и учитывая, что завтра непредсказуемый матч с Na'Vi, чертова знает, что-то может случиться. И гипотетически представим, что Na'Vi будут отъедать очки, спирит могут оказаться в зоне вылета или возможных переигровок. Вот такая вот судьба, так что карта для спирит важна. Это при том, что тут две команды, и не три вылетают. То есть группы, на самом деле, о том, чтобы у них у всех было все попроще, чем в группе А. Нет, нет, вылетают, здесь две команды. Ну да, а в другой группе три? Да. Я так и сказал. Извини. Ничего страшного. Я про то, что если бы приехали еще последние ребята, они бы тоже как-то выустили, могло бы быть так, что в три слота ты влезаешь, которые у нас сейчас есть. Это была бы другая дота, эффект бабушкина, все такое, экстрим гейминг у нас нет. Давайте возвращаться в игру. Да, вместо Чен, ну мы там сидели, кряхтели, там Warlock, Silencer, Silencer, Ну типа хочется что-то, что сбивает, то есть Рубика забанили, то есть сами Navi такие, все, поехал спириты, типа такие, но нам не очень хотелось бы, чтобы сбивали, чтобы кастовали, и последнее, что я жду, это Чен. То есть, я сидел, даже пытался придумать, может какой-то крип есть, который прям вот сильно это все фиксит. Нет такого крипа, который прям сильный Энигму фиксит, который в БКБ стоит, бакол построит. как-то хочется, какой-то Клоквер, не знаю, там на крайняк, который может, то есть получается снова вот эта история, где Энигму покупает БКБ, и ты такой, блин. Я ничего не могу с ним сделать. Окей, представим, гипотетически на Вайпера можно купить башер. Это вполне реальный расклад. Тогда надо бы брать Снайпера, потому что Снайпер с пикой, с нейтральной шмотки далее, стреляет дальше, чем рейндж засоса с шарда. Ну, мне кажется, Вайпер с Драгон Лэмсом тоже нормально будет стоять стрелять. Ладно, окей, Митяй, мы к этому вернемся. Это 40 минут плюс, и тогда мы будем об этом болтать, пока даже в поле не. Возможно, даже не пригодится или в одну, или в другую сторону. Мепошка полетит, не полетит. Ой, он как-то вперед въехал, что-то они... То есть форма ТБ быкуем. Это ребятам вообще закон не писано. То есть надо бояться, надо бежать. Ты Анимеху смотрел, там ТБ вообще не прощает за такие вещи. Я на первом сезоне закончил. Спасибо. Милошка далеко вышел. Есть рефлекшен, у него второй уровень есть силы, и он врет. Да, да, слушай, ну тут поезд летит, урон магический, и ядро... А может быть, тут еще что-то даст, с ядро сделать, ну вроде отходит. Да, АТБ против Вайперу как-то даже метаморфозе не кайфовывает. У тебя брони много, но какая разница снизу? Снизу хорошо, убили с кема. Пытается, он перебанил и долончик одного. Не смог помочь. Ну, против Чена, то есть, просто делай и долонов. В самый старт довольно просто звучит. Это получается был Чен в Энигму, правильно? Да. Ну, я думаю, тут идея пока немножко в другом. Так, вот у нас там где-то убийство, одно за другим, пока сравниваем игроков в центре. Торонто 6 игр, 67 венрейт, и 4 у Епажа. На инвокере, да, то есть, вообще редкий герой. Так, это у нас минус дазов, но минус, и... Упс, не вайпер. Вайпер, да. менялись с антричками снизу, видимо, развардили там что-то где-то. Гарпия штормодел. Здорово. Да, классно. Здорово. И урна готова. Причем, смотри, очень многие Энигмы реально собирают прям вот этот Грэйспакт. Прям первым слотом, вообще без ничего. Здесь урна появилась. Ну, и вайслота тоже покупают. Тоже покупают, да, на то, что то есть вопрос был выбора, что появится, выкидывает Гарпию, резко ее съедает, то есть, Малифайз там все потратили. Мы видим у Домбрекера много крипов, и мы понимаем это и Далоны. На самом деле, весьма ценный ресурс. И Далоны, они по факту стоят фактически как крипы на линии. Опа. Плюс пять. Классно. Ну, нормально, про фарм. Ну, об этом аналитики наши говорили, что в этом плане и Домбрекер на кэрре это просто шикарная линия. Очень много денег. у нее супер обилки, потому что по урону именно что, ОЕшные обилки все. Да, тут неважно, коллапс не коллапс. Да, я даже что-то уже леса качает. Не очень хорошо. Это на эту историю, как мы ходили как-то вдвоем, в два курьера в лес с Дазлом, типа, захиливать все это дело. Мепушка, Регена. Ну, стики были, но, конечно, их бы не хватило. Тяжелая линия для Дазла пока. Но, слушай, Марси, Вайпер, ГЛ постоять почти любому с Аппортом. да, 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 тут, опять же, Марси, ДБ, тут любые герои, которые вот, опять же, соедини любых с Марси здесь двух героев, нормально будет. Ну, да, там Рейзер какой-то классический, и все, и линия. да, то есть, дает скорость, дает стан, дает контроль, меняет позиционку твою, это супер жесть по обилкам, и очевидно, что вот, я думаю, по крайней мере, что вот в патче, который будет после мажора, именно Марси в ИДБ, в том числе, типа, пофиксят. Как-то подрежут, что-то с ними изменит. Много урона залетает, то есть, не доел в этот раз Идалонов. Тини здесь, можно выкинуть, Курьера съедает, и не выкидывает, а здесь Ятора. Вайпер, конечно, душит их очень плотно. Тимс под Пойзоном, притом идет, он не боится умереть, он так извернулся, там же Пойзон все еще тикает, но и... Ферик, он забайтил, не пошка. Забайтил, забайтил, не фигню. И Пошка, но сейчас надо как-то в лесу прятаться, и... Окей, Курьером просветить можно, Курьером светят, врывается Тимс, и для ПБЗ даблкил. Забайтил на фигню, конечно, на его. Потому что, мы просто отойти. Очень сложная линия, причем, смотри, урна только что снизу была проюзана на Вайпера, и инвокер собрал урну. То есть, для урна на команду. И коэффициенты, смотри, при этом всем, 2.10 на бум, после прошлой игры, и то, что сейчас происходит, они 7 из 2 на спирит от нашего партнера Бэтбум. Я вообще, типа, удивлен, если честно. То есть, вера в Энигму настолько высока? Слушай, ну, мне кажется, мы достаточно много аргументов сказали. Да, просто счет 5-2, типа, линии залиты, топ-3 Нетворса. У тебя может не быть ситуация, в которой Энигма есть. Рефреш, даггер, БКБ, Аганим, Шард. Это много денег. Так, и снизу идет телепорт от Марса. Сейчас тут можно будет попробовать что-то сделать, да, навигает с кем. У него снова Гарпия. Можно попробовать здесь прохарасить. Вообще идеальные тайминги, да, бум, все. Поняли, что ТБ в лесу, и тут же Марси снизу. Класс, и давление ты на другой линии создаешь. Коллапс крипам не подходит. Чувствуют что-то здесь спирит. Не понятно, но Вард стоит прямо на линии, то есть его тоже видно прекрасно, в любую секунду можно прыгнуть. Вот чайно бы какого-то крипа сейчас за медлом бы придумать. Ну, ТБ лес, конечно, до шестой минуты. Нормально. он там профармит просто, да, вайпер это фулл фри. Опять же, как говорил, сейчас вышки будут падать. Правда, свободен оказался и Даззл. Что под детекшину? А что под детекшину? Так, тогда интересное решение. Найс ганк. Ну, да. Это база? Взять Даззл в такие моменты? Ну, вообще, я не знаю, они как будто против Мойкера сто лет не играли. Ну, справедливости ради Мойнмойкера видим редко, да. Да, но я говорю, как будто бы они не играли, потому что, как, это же Косвекс, в чем инвокер. конечно, с него гарантированно есть инвес. Так, Ролин Тандер на миде это очень крутая штука. На боковой там тяжело отталкиваться туда-сюда, а на центре тут столько вариантов, как может держать героя в бесконечном стане до его смерти. Конечно, тут нормально. Бахает, две восемьсотный Творц, топ-1, держит, Вайпер даже перегнал по итогу. Опа. Нападение, но есть молоток, 1100 хп, я не думаю, что без Блэкхола вообще можно убить как-то. Или можно. Стоп, 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 стоп! Ну, ничего не жмём, Жиг Бойс. Там Бюс ему дал, да, и в итоге хватило урона. А что он ничего не попытался нажать? Не знаю, на молотке бы улетел вообще из-за, Непошка решил, понемножка, оттолкнуть линию, да, и сразу же смерть и фраг для Инвокера сразу же можно забирать башню. Пытается, Коллаб сделал то же самое. С кем? Ой, с кем лучше не показываться, как же они близко друг другу. Справа он видит, что оно срублено, по идее. Ну, но не понял. Опа. Ну, это вообще нормальное нападение. Jack Boy's, Rollin' Thunder. Кстати, неплохо Торонто-Токио может здесь разрулить. Остается Блэкхол, Блэкхол тут же! Торонто-Токио летит дальше, видят с кема и с кем оказывается в ловушке, пытается на ТП уйти, есть ТОС, или порт сбивается и с кема убивает. Именно Торонто-Токио оставляет фраг мира. Но это не жестко. Ух, да, да. С другой стороны Инвокер летел прямо в Энигму, зная, что есть Лоялл 6. Они это видели. И мог парень на ДБ просто сделать молоток, влез куда-то влево, пытаться уйти, то есть он снова это стал делать, умирает вайпер тут же в топе. Торонто-Токио уже тут оказался. Жесть. Вышку сейчас взянует, то есть вообще жесть. То есть сейчас, типа, там нажмешь, пытаешься уехать. Слушай, а как же Костис оказался? Он сюда просто прилетел сам, получается? Да, да, да. Вот Инву засасывает двоих, Торонто катается. Вообще кайф. Четыре фрага на простом месте. Круто, круто. Да, спирит прям приняли. И что еще? ТБ, камбэк? Ну ладно, то, что камбэк, это какой камбэк? Он в лесу фармит лучше даже, чем на линии, естественно. Он там уже все по уровню класса. Мембошка страдает за всю команду. Опа. Да, умирает, умирает. Торнада, он добивает. Рейндропчик, может быть, будет, появятся какие-то шансы в такие моменты. Да, мне кажется, слишком много там урн еще висела. Так, нападение, дальше, на Торонто. Там без мана он остался. В общем, я думал, что вытянет. Вытянет по третьей обилке, можно было сильно пробить. Можем посмотреть статистику мира. 71% побед на 70 игрных игр. Но ГПМ, конечно, да, чисто саппорт сразу видно. Да, но Spirit сегодня может быть неудачный день в случае, если они здесь еще и проиграют, учитывая перформанс вчера. Будет обидно. Ну, все, теперь, в принципе, мы смотрим уже не так плохо. Проигранные линии немного, но они были не так сильные. Проигранные там тысячи, ну, может быть, полторы тысячи была разница. Коллапс, Spirit Vessel, Naira Spirit Vessel, БКБ, блинг, что-то такое мы увидим в ближайшие 10 минут. Инвокер, слушай, инвокер без Медаса даже. Жестко, да, арчит делает. Предлагает нам тысячи рублей бесплатных на Битбум. Заходите, забирайте, сейчас будет QR-код, баннер по трансляции для тех, у кого нет QR-читывателя. Транквилы для Тимса. И что мы делаем? То есть, пока не чувствую Чена, сразу скажу тебе, не очень понятно, что он должен делать. И опять же, как он будет импакт давать в мидгейме? Давай, давай почитаем. То есть, Аганим покупают и в лейтгейме. Ты реально как-то улучшаешь ситуацию? Что ты делаешь этим? А Блокола спасаешь? вытаскиваешься от прокатки какой-нибудь, допустим. То есть, пока об этом нажать полная фигня. Ну, можно не покупать Аганим, можно купить ауры, купить Мекку, купить Холилокет, купить Пайп, купить Респакт. Ну, что-то такое. Да, можно. Чел на аурах, который будет бегать, давать тебе очень много в файте. То есть, ну, Анигмы тогда кастуют, все разрывают вас там жестко, а урон-то по всем залетает. Хил много дает. Вообще, неприятно играть в такую игру, вот я тебе скажу, значение. Такой, не вне одной прокат получается. Ну, попадает, попадает, то есть, нормально вроде как. Может быть, Ёпашки передумает, учитывая темп игры и все же Медасик доберет. Ну, эти ребята вроде как, опять же, они знают, что они делают. Мы сегодня уже смотрим не первую серию, да, они отлично сыграли свою против Нави. Да, играют сейчас эту, первую карту тоже выиграли, вроде бы жестко. То есть, наверное, план какой-то есть, какое-то понимание есть. Пока у нас Спирит истягивается в центр, Блэхола пока еще нет, хотят подраться за вышку. Ну, зато Ролин Тандер появляется в Торонто Токио, успеет ли что-то нажать, Шулу Грейф, очень много урона по Торонто! И он не нажимает Ролин Тандеру, тут вся команда, тут вся команда из Биола, одного Пангалиера. Башню они на миде забрали, успели? Забрали, да, вон, коллапс, съел вышку. Потому что нормально, да, всего лишь продали двоих. Ну, типа, Торонто, конечно, далеко полез, ну, то есть, ты не кастуешь без БКБ под коллсампом, явно ничего, на Пангалиере здесь это 100%, и надеяться, что он его не нажмет, это довольно странно, короче. Нападение на коллапса? Чуть выше. Блэхол есть, будет лежать Сандер, коллапс, ну, литя от героя. Мана закончилась, поэтому теперь пока Блэхол нажатия не получится, Тимс горит от Весла, от меня прыжок есть, так что ты должен жить. Пангалиер, за Вайпером, ну, допустим, он даже до него доедет, а что дальше, там, КП, смотрю, просто все зонит. Ну, да, и команда особо-то не хочет выдвигаться за Торонто, Торонто вынужден отступить, свэшбакл, естественно, не критический. Ну, потом уже лезть, там где-то что-то раскастовочек какие-то происходит, но, я не понял этого. Метаморфоза нет, и ТБ сюда не может прийти никак. Да, но он, наверное, не собирается. Валор тоже, да, нет ультимейта, потом придет когда-нибудь. То есть, даггер, следующий слот, после Весла, потом БКБ. План такой. Опять качелики какие-то. Два кентавра, ну, вырывают они опять, то есть, вот у них есть понимание тимфайта, да, где ульт Чена, где ульт ДБ, и с этим, где ничего не можешь поделать. То есть, пока урона не хватает это пробить, сто процентов. Поэтому, нужны ли вообще спиритам тимфайта, если у них Энигма на качи и ТБ на качи. Может быть, и не нужно никуда лезть? Мы стоим, делаем ТБ 6 слотов жесткого, делаем Энигму вот с тем набором джентльмена, который нужно, чтобы убивать. И потом они нападают, там все вот это юзают, захиливаются, ты даешь просто рефреш, второй Блэк Холл, вообще без разницы. Вообще красота. ТБ прям туда прилетает, этот Блэк Холл, типа забирай, убивай. Идут на нее, вроде как Тинни плюс Энигма, но далеко слишком идут, уже все отошли. Ну вот вроде как успокоят, то есть одних устраивает, они ждут куда он обила каких-то нужных вещей, вторые просто хотят подфармиться, и эта игра менее динамичная, чем предыдущая, и по количеству таков в том числе, всего 5 было сделано, да, они просто бьют крипов. Сабелька готова. Ну, наверное, дожидаются бумы Орки до того самого Тинвокера, раз там Блиц уже появился, то оно вряд ли не даст, хотя Мидасы после Орки да может появиться там в минуте 20, это вообще нормальная тема. Обычно мы видим инвокеров со Спирит Веселом, а потом с тем же самым Мидасом. Так, и Смог идут, там ТБ справа вообще настоящий-то, но они не знают. Ага. И не видят иллюзию, они видят иллюзию, они идут дальше все равно. Ну, кто же знал, что настолько нагло фармит ядров в чужом лесу, они на своей тройке. Ставер Саварда на горе, Смог спадает, вот они видят Торонто, прыжок, подкинули, и тут Трикентавра, здорово! Жесть! Без шансов, да, заходите на Дота Двору, обсуждайте эти ганги, это просто вышка. Трикентавра, ну, надо плашку 18+, ставить. Тимс нормально сделал. Не хватает только дивана, да. Ух, можно было посидеть, посмотреть. Точно. За хил в крипа, отлично, не дает умереть от тучки. Вот он, Бакчена подъезжает. Ну, кстати, первый хил, второй крест, третий, это Козен Тач, такой раскач. Показывает нам Даззл, то есть по левелу у него беда. Хочется все обилки в 4. Ну ладно, план спирита остается, ничего не изменилось, несмотря на то, что Бум делают удачные выходы. Энигма дофармливает Блинк. Ну, ТБ еще качать много, так, по отдельно ТБ. Сандр есть, но нет маны, все, выжгли полностью, ману никак не подлик, торнадо должен быть убийственный, еще там Итини принимает за мир и погоня. Нет, там Торонто был, это Торонто, это не Тини. Окей, нет, Тини избивали, просто мир ушел отсюда, да-да-да. Параллельно избивали Торонто, в итоге минус 2 кора. Я вот недооценил то, что у ТБ такой маленький монопул, и маны выжигаются на раз-два. Врывается Тимс, умирает, никак за него не отомстить, но и так уже много сделали, бум, им нужно отступить. Так, ну и Нигмандагер, то есть можно пробовать играть номер-1. Вот игра похожа на предыдущую по итогу, да, то есть надо просто один раз когда случится файт под номером-1, когда будут сами нападать ребята из Спиритов. Вот в чем вопрос. Дота пока вообще в 3-4 на 6-6 в их пользу. Но я не вижу того, чтобы они что-то делают. Их реально периодически просто ходят и бьют. Лейт, очевидно, за ними, но пока ситуация не радует. Ну да, Герои Нигмы без БКБ деньги на ветер, потому что и Нокер в общем позиции крутой стоит, и там торнадо Ну можно же во всех нажать, да, там вот. А, ну да, да, тогда можно вообще слаты не покупать. Хватит одного блинка. Да, это же так и работает. Тебе нужно просто дать слишком лакомый кусочек, чтобы они реально захотели его съесть. Вот это вот, вывести ТБ, на который все нападут под крестом на одном ХП, и тут Нигма начинает. И потом вот Сандер, там вот и все прочее. ТБ слаб. И появление Манты никак не исправит ситуацию. Тут Блэкинг Бар, наверное, придется покупать рано или поздно. Может после Скади врыв на Тимса. Тимса готовы продавать, похоже. Хотя посмотрим. Ничего нет. Три секунды. Все в КД, райндроп. Да ладно, он живет, что? Сашбакл. Последний удар все же добивают Марси. 12-9 счет. И спириты при этом продолжают наступление. Они идут глубоко в лес. Кого там поймать могут? Никого. С кем улетает? Ну ФБЗ остался. ФБЗ. Он телепорт не жмет. Инвокер доделал. Так вот теперь. Вот теперь напакостил и тапаут. Иллюзии сразу отводят крипов. Но они бы не сгорели, потому что в той же команде играют. Вот. И ждем дб. Потому что очевидно, что бумы играют напрямую от нее. Как только она есть, где-то начинают двигаться, какие-то смоки нажимают. И вот треугольник, прямоугольник ромб загорается. Поехали. Ждем реализацию первого и спириты прямо под него такие. Погнали. Погнали. Посмотрим. Но вообще идея напасть на дб она хороша, потому что она в файт прилетит. А файт к ней не прилетит, если она будет одна. Не найти было бы здорово. Стоит и один на топе. То есть вроде ты нападаешь, но там мгновенно. Тяжело. Там просто вард в лесу выше-левее отсюда есть, который видел, что она здесь. И вот они в правильную сторону бегут. И вот вроде бы... далеко. Слишком далеко заходит. Там и вижу может быть джекбойса. Нужен телепорт инвокер уже прямо сейчас. Нужен давать black hole. Где же он? Да ладно, что ничего не будет? Вот так пытаются убить. Неужели убьют джекбойс? Может быть нажать ультимейт попытаться? Нет. Не нажать никак. Не помог. Круто. Вообще могла Марси типа впрыгнуть дать первую обилку выкинуть. По итогу моргает что вард здесь, но варда джедаться а может даже и без него и может снова попытаться да но если будет файт дб может просто выкупить сприлететь может резко сприлететь но это много времени они выиграли для тб который уже опять же снова топ-1 нетворца появляются диффуза очень важный слот для пангольера очень полезный но инвокер мне кажется будет начинать проседать по фарму по опыту медаса похоже не будет вообще ну и пангольер потихонечку это инвокера догоняет философский камень опа хоть какие-то деньги для дозла теперь будут а тебе не блингдаггер ты купил потому что все его не было и не было а его и нет до сих пор 18 минут денег у него совсем нет ну там все 400 в этот раз не оформим слушай появится блинг можно будет прямо в блэкхол тосить это конечно прям красота будет когда это все появится и в том числе того же самого инвокера который пока такой может быть самый проблемный герой в драке философский камень выпадает и для бум и спириты снова идут реализовывать блокол ну и в том числе террорблейд идет в атаку роли тандера естественно откатился побежали в большой лес спирит там никого нет бкб у дом брейкер да теперь я будет сложнее убивать ну да хотя бы этот весел не будет тебя так душить и можно будет ченом помогать ультимейтом эффективно и вот смакуются под это дело рошан вражеский лес какой план рошана пошли бить просто и все нет ну без домбрейкера рошана не убить да и домбрейкер честно говоря не самый лучший вариант свайпер и летит за ним курьеры и курьера вот сейчас видят на вардах очевидно сбивают чен но сделал полную фигню то есть в смаках забыл забыл не законтролил ну и теперь знают что они там типа моргает что они там надо что-то делать т2 снизу можем продать за рошана можем да такая позиция это крутая да хаварвата был узкий проход и роли тандры и blackhall да даже тб с рефлекшеном просто не идут а жаль да они еще и т2 они особо-то и забирают метаморфоза не жмет ятора если бы нажал может быть а так но бума надо смещаться значит потихоньку уже возможно сейчас кто-то будет телепорт но они не делают забирают аегис ну смотри домбрекер прилетит пошли первые телепорт инвокер тоже в позиции да синий готов заходить крипы мешают бэкдор включается эдолоны не работают по башне никак ну как-то прям совсем печально получилось башню забрать пока не получилось и бум позицию постараются подержать тут уже вся команда панга пошел прямо в аегис решили лететь инвокер в невидимости фбз пытается выедить фбз без бкб домбрекер летит хватит здесь защиты вайпер живет наятра врываются много урона сработал бласт не может ятор бить какое-то время вайпера все же потеряли и наятра больше никакого урона не последовало домбрекер при этом теряет бкб а в итоге лет спирит хорошо прям очень получилось и забрали башню убили вайпера и забрали бкб это все еще и против аегиса который остается в бум блокхолл не используется до сих пор то есть у нас возможно следующий блокхолл уже будет с бкб прям от коллапса и тогда мы пожелаем команде удачи дд снизу можно забрать и наконец-то ура ура 21 минута ну что как-то мне кажется бум теряет контроль теряет у них вообще его не должно быть но как будто бы все у них хорошо 1.17 на спирит 4.80 на бум от бэд бум на эту карту специально так выделил так выучилось просто опять же да вот я вроде бы согласен 4.8 на 11.17 потому что с ним непонятно что делать но вот я реально боюсь что вот как в прошлой карте сейчас они что-то начнут делать вот что-то нажмут где-то кто-то умрет где-то кого-то подловят то есть они по макро постоянно карту как-то лучше двигаются катают просто противника знают примерно где он зевс-то было у спиритов а знали все про них так и здесь варды не варды бегают крипы что-то какой-то постоянно спит пуш ну я пошли на прошлой карте был на шторме вот этом активном который постоянно влетал первым убивал здесь инвокер ну вот все видишь он среди коров уже по натворсу худший ну да все и это расстояние будет увеличиваться между инвокером и кем-то там вайпером или пангольером неважно пангольер с БКБ будет ооо вторым слотом прям торон берет жестко ну инвокер душит надоел сверху идут ломать насколько я понимаю это два вышка потерял курьера кстати но в этот раз не потому что он там забыл что-то да минус-то два на топе это минус-выж который не дефует забираем Иванпост вроде как все хорошо по экспе начинаем возвращаться и не воруют руну иллюзии на карте становится плохо все видно из-за того что много рисует ятора все время по вражескому лесу почти есть вайпер БКБ вот как раз в драке вот и два не хватило мы видели как-то застанили завесили вайпера да весен сильно мешает сейчас блин а круто что спирит они такие а нам даже спешить никуда не надо вообще мы не хотим никуда лезть мы эниггма ущуиров рэш там купим где-то легко ну потому что у них есть супероружие под лейт против которого работает только там рошан плюс выкупать чтобы не было просто сейчас вот сейчас вот на потрате раз у нас а у нас еще жизнь есть вот только так она работает вот я то есть тем самым мы говорим что по логике бум нужно активнее действовать не пытаться качаться против компаний но это всего лишь тени но это больше чем ничего потому что этого героя не будет теперь 35 секунд за которые может что-то делать берс есть Т2 в центре съесть Т1 снизу съесть и то и то вижн расставить тоже надо на троечке куда-нибудь поглубже то есть вот они постоянно что-то делают куда-то вот ходят БКБ готова унигба все то есть с этим моментом теперь от коллапса много зависит да потому что ну то есть пока сбить абсолютно нечем да то есть какого-то там баш-ребесла чего-то еще какого-то варианта нет ну вот от Бэтбум вы можете получить бонус на первый депозит подробности по трансляции на баннере и в целом там очень много бонусов заглядывайте также QR-код для вас на экране епош бедняга он купил орхид он даже особо его не успел перелизовывать мипошку типа смотри аккуратно домбрейкер окей ТБ будет помогать? да домбрейкер все же летит мипошка умирает то есть опять какого-то героя нашли то есть если он все один умер другой вот сейчас у них есть 35 секунд они опять там сходят где-то что-то подъедят то есть минус вышка была минус герой минус сейчас что-то будет ну как-то они реально вот это вот лучше делают как-то прохладная история убили Тини и все убили Дазла это два стоит ты один снизу был хорошо но это мало это очень мало когда ты играешь против Энигмы ТБ просто понимаешь ты вот спокойно прыгаешь на дагере на вражеских играх он здесь ничего не боишься это очень жестко слоты конечно ТБ страшно это является Скади он уже очень очень жестко около двух пятьсот шестьсот даже кп он захвачен Тини прыгает выкидывает Тимса ну и доедает доедает его коллапс помогает Торонто он пост вернули и спириты уже понимают что Аигиса нет БКБ унигмы есть и можно идти в атаку можно там брейкер всасывать инвокера и я думаю даже там инвокера в блокол всасут и там брейкер прилетит как ты говорил она просто прилетит в блокол и этому бьют следом Витя Чена вырыв на Чена ух как же конечно урона много и подскази саппорты тут разваливаются я не знаю Митя мне кажется уже все да я только рад да согласен ты же сказал вначале что что спирит нужно что спирит вы это сказал скажи сказал ну я рад что спирит это нужно побеждать для того чтобы там не выходить какую-то зону турбулентности там лузера какие-то или вообще на вылет играть какие-то переигровки это не нужно ребятам сейчас смотри можно будет на иллюзию выкинуть еще кого-то что вард стоит хайграунд видно будет здорово подняться надо чтобы мир как-то зашел как-то увидел как-то сыграл надо не вайпер у него БКБ не пойдут на ХГ да видимо нет просто форму только нажал и с самого ДВ нажал форму да и да не охота идти можно не идти можно качаться дальше 26 минута игры у Трублейда тут еще миллиард слотов которые можно поменять гем покупают две команды одновременно ну а коллапс пока не особо богат на Блэкхоллы мастеры победили Тундру на второй карте тоже Тундру у нас записывай в девятую поражение девятое поражение для Тундры то есть теперь Тундра будут играть с командой Бискос завтра и потенциально они могут выйти на переигровки в лучшем случае переигровки за то чтобы остаться в лузерах но в худшем это вылет но по идее одна карта которую они проиграют если то это вылет что потихоньку все уже к концу подходит групповом этапе до завтра финальные матчи то есть возможно за последний слот на вылет там будут эти битвы кто там не останется и там много коммаж может подвернуться в том числе и нави да ятор тем временем пика грейжная дальше ставит криты себе сейчас будет файт видит у него бкб вроде бы он не очень боится но по нему много урона там скат и там такое замедление что по-моему на бкб всем просто фиолетово на ятор оборвались Сандр тут же на Тимса это все без блэкхола он даже не нужен он даже не нужен здесь мир обрывается видит инвокера пытается тоснуть его ее пошли нажимает бкб принимает линкаут уходит далеко ну для бум это успех потерять иного вайтера энигма не жмет блэкхол а валор не жмет прилет потому что блэкхол еще не потрачен и по итогу ятора просто идет скади работает и отлично наваливает много дэмэдж ты еще вайпер полу дэмэджа своей команды сделал впитав на самом деле очень много урона раздав просто пассивкой и все это был выход условно под Рошана он сейчас встает и как бум выйти сейчас за Рошана подраться не очень понятно кто-то чекнет вообще Рошу он уже жив я-то знаю что он уже жив команда рядом Рошан важный ты предлагаешь спиритом туда идти да-да-да ну то есть у тебя там ТБ иллюзии может я там дазл мим пробегал там энигма у нее там эдолуна есть все вроде про чек не очень сложно но видимо есть какой-то план чек чек там невидимость там невидимость и вот мипошка заходит такой опа парни чирик нашел все можно идти забирать Рошана это супер важно потому что противнику он очень нужен для файта против вас как и байбеки собственно и если у них не будет Айгиса это сильно облегчит жизнь тем более завод второго Рошана в кулдаун приближает нас к третьему где может быть рефешер шард а это для энигм все это имба может конечно не быть но все равно имба такое вот ощущение что мы много говорим про энигму про то что ребята не придумали никакой пик против него но как будто если бы энигмы здесь не было а был бы какой-нибудь марс ситуация была бы вот такой же то что мы сейчас видим потому что и без блоколов мы видим не справляются но видишь это именно оружие сдерживание то есть ты не боишься арены марса потому что БКБ работает то есть он не наносит урон и ничего тебе не делает а здесь вот ты жмешь прилет туда кастуется Блэкхол и все ты уже попал и они это знают и он не жмет а это их самая главная сила то есть их кэрри он просто файт не приходит и то есть надо как-то нащупать а спирит и все они за ручки взяли его это хороводы в пятером в пятером ты чувствуешь силу просто ты чувствуешь силу своего пика ты чувствуешь силу Торрор Блейда да который уже 21 тысяча имеется половина и продолжает это делать мир и ходит представляет продолжает кучу вардов вот этих вот очень агрессивных глубоких что-то с гемом удалось поломать а у самих бумов варды которые стояли за Т2 противника они все казались ненужными нерабочими потому что не удается выйти так далеко и как-то реализовать это все пытаются выйти в размен но очевидно ТБ быстрее будет ломать слушай а может быть мету нажать вот просто по приколу да можно и не нажимать можно и без нее можно шарт нажать ну хотя бы крипов убить пачку не получается остаются крипов от ЕМП ТБ спасают 4 байбека в данный момент есть на карте снова не густок все метаморфоза немножко надо крипов дождаться неудачно нажал чуть-чуть ЕТОР вот ты вообще представляешь какую плану бум сейчас на игру вот просто ну что делать выиграть ага понял я типа знаешь этот это может немного но это честная работа вот это я хочу просто выиграть а как на месте разберемся тут нет какого-то идеального решения или даже примерно ну очевидно надо что-то сделать с Энигмой то есть Эбисал там ворваться как-то убить при этом нужно еще что-то сделать с Даззлом потому что иначе ты Энигу не убьешь потом еще старую Блэйну нужно сделать чтобы Зандер не нажал давай решать проблему по мере их поступления то есть сейчас они все 5 приходят сразу но это плохо тогда они тогда вообще не на боях что мы тут делаем ну ждем 3 минуты давай ждем 3 минуты чтобы не нужно было хотя бы ТВ в 2 раза отдали Рошана отдали Айгис бывает ничего страшного фармим перевес всего 10 тысяч тут даже как-то под инвокер представим какой-то катаклизм нажать но тут станов нет в пике слева в контроле особо и нет там с катаклизм спокойно вот и он контроль нет контроль не особо ждем коллапса тут может быть крутая позиция с другой стороны метаморфоза закончилась и хочется ли тут драться ну идут идут мир обрывается Орлен Тандер по двоим пошел сочно ждем коллапса и Торо избивает Тимса врывается коллапс убивает его очень быстро очень больно было коллапс покупается Торонто Токио улетает ну опа и баш заходит опа вот такой у меня план давай решать в мере поступления давай в Enigma там разберемся да 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 и коллапс в руку просто непонятно теперь нужен ли он здесь он здесь не нужен на бумы естественно отступят они просто отойдут и теперь им нужно просто в течение 8 минут повторить да нормальный план ну ладно сперед себя еще все прекрасно это понятно несмотря на эту драку но бум огрызается буму молодцы не ну то есть вот раз пытались два пытались нащупали нащупали славяну то есть плотину строили не бобры поэтому в ней есть дыры ну да тут можно оценить что сделали спирит ТБ без метаморфозы да только что нажимали Торонто Токио нажимает рулентандер и ТБ вынужден идти это поддерживать и он не может нормально драться он идти в контакт а ты не знаешь где противник потому что здесь тавардов нет и просто выход на Enigma то есть спирит психанули надоело надоело и бум сразу я вторую карту уже позволяет нам насладиться скажем так сочная красочная дота не вот эта вот академическая китайская там дота где ты зашел пришел и ее победил грубо говоря здесь камбэки размены все что только угодно происходит а вот сейчас погоня за дазлом происходит на ваших экранах тени заходят с бочины бабочка бабочка летит в чем можно было сбить курьера не смогли в итоге ТБ пошел и Нима кстати с шардом и нападение на дазла неплошно шли Сайланс висит орки должен добивать работает урна да минус ну и сразу Жейнвокера наказывают урон серьезный Тимс под Веселом под Малливайсом не отпустят что не может его иззануть и теряет гем похвально что Бума подлавливают на ошибки но все равно спирит слишком стильные герои и рано или поздно коллапс нажмет блэкхол рано или поздно надо было Рубика раньше брать тогда бы не было Аегис через 20 секунд пропадет при этом у Торор Блейда уже Кристалис вместо Аегиса появится ну да и насколько сейчас будет актуален Чен да вот на 34 опять же мы возвращаемся к варианту который можно было взять и решать вопросы с Даззлом Шелла Грейвом и с Блэкхоллом я Тороро без Аегиса но начинает очебойно бить по Вайперу да что делать пока непонятно инвокер нет не боится Ятара Сандр в миру минус первая линия как же это быстро происходит на Бум просто за этим смотрит Тимс ворвался получает пик ой Энигма в спину врыв минус Энигма Клапс как мы помним уже выкупался его не будет уходит Джек Бойс просто улетает налево блин ну красавчик просто в спину ворвался и Клапс снова на это не сказать что реагирует и Мипошка не реагирует то есть они все не реагируют надо идти надо идти без Энигмы не так сильны ребята Аэгиза нет Торонто Токио принимает он нажимает БКБ и пытается уйти на телепорте хватит ли урона физического Паша не прокнула и Мир уходит и Ятро уходит отсюда последнего выцепануть но или Пошка бежит да что же ты будешь делать это конечно спириты все есть но умудряется подзакидывать раз за разом ты понимаешь там еще на фоне игра Бисткос против Энтити там еще 19-56 в пользу в пользу Энтити но я думал ты меня удивишь к сожалению да то что они пока еще не выигрывают им там тоже нормально дают но Бумы на самом деле вот кто говорил что там это андердокис и прочее они столько крутых идей они так все четко нажимают я просто в шоке ну слушай это та же ситуация представим что Бум сейчас проигрывают эту карту представили у них становится 6-6 завтра игра против Астер не очень приятно и там можно на 6-8 выходить и потенциально опять бороться за жизнь казалось бы вроде ты вот близок к третьему месту ты можешь улететь на седьмое да и да вот готов ядра ждут Анигму но вообще 36 минут один бы холл не густо пока да хотелось бы чуть больше пошел в лед Анигма резать только сейчас но не его теряем была бы сочная пока видит только одного вайпера он нажимает БКБ я слежу за коллапсом пока он где-то там в лесу стоит не хотят нападать потеряли Тини но пока я вообще не понял то есть они супер рано ворвались то есть герой должен появиться герой должен дать телепорт герой должен потом как-то подойти дать там дайгер что-нибудь кончился рульный тандер кончился Тини и коллапс такой я готов то есть команда очень поспешила так антити все наверное закончили в свою пользу можно записывать записываем фиксируем 7-5 антити и 5-7 без кост да все интереснее становится развязка групповой стадии ну все как мы любим вот эти знаешь последние дни это прям самый сок заканчивается группа потом повторяется группа в виде переигровок потому что ничего не понятно первый день ты играешь такой ну окей проиграл а тут ты понимаешь что одна карта тебя отделяет просто от вылета домой или одна карта между лодерами и венерами или одна карта попасть на lgd и одна карта попасть на эти выбирай условно условно 19-17 преимущество спирит на пике было где-то 15 тысяч остается только 7 коллапс серьезно не доигрывает на этой карте хотя на него про него мы как раз и говорим да но счет все равно 11-89 то есть тот плюс она вообще то есть ее полностью устраивает что там коллапс убивает что-то они там творят но видишь по опыту бустанулись бумы то есть по золоту может не так отыгрались а по опыту даже бумы уже в плюсе крутяк 25-ый у Jackboys вот вот где этот опыт лежит у Terrorblade у Ятор 22-ой но он постоянно потому что 1 качает карту то есть его не могут найти да и не ищут особо и он просто качает двигает линию очень-очень круто играет коллапс все равно понимаешь рано или поздно рефреш купит ну нет зачем тебе рефреш если ты не можешь дать 1 выкол это хороший вопрос то есть ты ну если ты не дашь 1 то какая разница дашь ли ты их 2 ну мы же понимаем рано или поздно он его даст и игра этим может закончиться да а если нет то есть вот я так же говорил вот на днях про Себа на этом на шейкере мы с тобой комментируем да он не дал ни одного слушай надо наверное мы пришли к этому моменту можно возвращаться к вайперу и по поводу башера я думаю что можно уже потихонечку его думать как добирать мне кажется все таки давай обойдемся без этого то есть лучше не подставляться под блохол или не давать его кассу в кейкбаре он лежит он потихонечку готовится он реально хочет его купить ну конечно естественно какие мы года живем я каждый раз на каком-нибудь вивере снайпере покупаю очевидно башеров но я не рассчитывал встретить его на оффлайн вайпере так нормально скорость атаки тем более у вайпера на уровне он очень быстро будет сбивать это шансов 10% они здесь ждут смотри торонто снова не чувствует ну мир врывается там пкб вайпер окей тост какой-то прям неудачно получился торонто хорошие позиции но тим солови тяжело здесь торонто потерял ультимейт и сразу же спирит так все отходим я вообще не понял его торонто не понял он реально газует куда-то газует типа сына купил этот запорожец чтобы он первую машину разбил он вообще не стесняется так вот сейчас мира нашел норм тему без бая нет ну а там остается армия крипов там еще гем по идее выбили тут вообще приятно армия крипов умирает это неприятно до Рошана 35 секунд до Чьяна 39 то есть хенд оф гад будет если захотят драться могут не захотеть окей смотри вайпер говорит к черту Кираса уже сейчас уже сейчас нужен башер а потом Кирасу я полностью согласен это единственная проблема если не будет кача на блокхола все можно играть и можно обувам эту карту выиграть опа башек от Торонто залетает йопаш отступает штурм крафтер выпадает так штурм крафтер ну норм кстати можно орки сбрасывать инвокера какому-нибудь дазлу отдать вполне и весел можно сбросить дазлу норм вариант если философский камень выкладывать уже джекбойс продолжает просто качать линии вообще никуда не торопится сможет ли он просто справиться с ТБ вот в чем вопрос один на один так у нас Рошан встает под номер 3 а Эдис сыр и что и рефреш все вот он а вот не знаю мне кажется Террорблэйд это получше будет рефреш мы с тобой игрим про Энигму по матчу смотри сейчас у него один поэтому он может его экономит а когда у него будет два один в одного прям вот просто видит герой просто нажал да да я не заметил что там БКБ ведь у ТБ нет поэтому рефреш это кроме меты особо и нечего мету и этот Зил как он там называется это все не то это от Лукавого или что почему нет не я говорю если было ну фишка мне кажется в Блэкинбаре в том числе Манту Манту можно перезарядить все Энигма ну ну ты придумаешь конечно Манта хочется тебе бритву сказать Энигма с рефрешем пока рефреш только один рефрешер орбы еще не должно быть а сколько блоков у него возможно деньги на него есть но хочется бай еще оставить а так да мы видели один внизу под Т1 вышкой это был важный очень важный блоков потому что если бы они там всех не убили возможно у них бы сейчас не было какого-то сильного преимущества они может быть не забрали Барошана пока просто как оружие сдерживания тут блоков и надо снова придумывать способ как на эту Энигму выйти вообще может быть ей стоило отдать а Эггис на самом-то деле и вообще не париться что один раз ее убивали как ее дважды убить вообще непонятно встанем БКБ казарму уже забрать они тем более думают вдруг у домбрейкера бай нет хотя ситуация с байбеками хорошая убум ну как напасть без нее пазает казарма никто не выкупается врывается Тимс не успел ничего сделать минус Марси домбрейкер выкупается влет спину Энигма умирает минус Энигма Джек Бойс идет дальше но скорее Джек Бойс пытается уйти из этой драки Торонто-Токио катится Блокимбар заканчивается очень не вовремя Джек Бойса принимает два героя подходит Ятора помощи никакой нет минус домбрейкер без байбека но мега крипов должны делать посмотрим что будет дальше врыв от Татини ППЗ на пике уходит как можно дальше Мира поднимает тебя вьюл Тимс принимает Торонто-Токио Торонто-Токио идет до конца коллапс врывается наконец-то сочный Блоколд Ятора делают рэмпэйджи на этом заканчивается эта карта 1-1 смоглись передожать своим сильным драфтом но бум мужественно боролись прям красавцы это последнее у меня какая-то была знаешь вера что несмотря на вот этот овердрафт по поводу Энигмы да и ТП который раскачался я думал ну а вдруг а вдруг ну пока хочу сказать что Мажор нам точно дает понять что если ты можешь взять Энигму и противник не берет ничего против нее ты просто выиграл ЕГ вот сейчас и это не все карты которые были на первом канале даже были вообще параллельных с Энигмой имба-герой как я и говорил и я рад что ты был прав получается хотя бы раз за сегодня Спирит и выиграли класс у Спирит завтра игра с командой Нави и там будет битва по факту для Нави выживания и Спиритом ну по-хорошему одну карту бы отдать да Спиритом бы обе взять себе потому что им тоже надо вопрос Винеров решается ну а Бум с Астр то есть Бум реально могут оказаться в зоне вылета тяжелая будет игра могут но как они играли сегодня они реально могут дать бой Астр потому что Астр тоже сегодня так это не очень аккуратно сыграли ладно на сегодня игровой день завершен завтра будет самое интересное не так много матчей но при этом все очень важные переходим в аналитику ребят прекрасное завершение этого игрового дня ну невероятно две по скиллу крутые игры и одна и вторая Бум действительно в хорошей форме но и Спирит зубы показали да в конце Блэхол просто великолепнейший но такое ощущение что можно было и без него я тоже подумал на самом деле что можно было бы по-моему эту карту выиграть и без коллапса как Блэхолы не потребовались минуточку после лайнинга после лайнинга минуточку как-то без коллапса когда коллапс стоял тяжелейшую вообще линию против Чена и ДБ мы смотрели на пятой минуте у ДБ было что-то порядка 30-40 крипов три раза он убил Долонов но потом грамотная ротация от Тинни и не менее грамотная ротация от Торонто Токио на Пангольере в боте в верлигейме позволили вообще Спирит там не дать темпа своим оппонентам и закономерно выиграли игру я говорил будет много зависеть от Пангольера от его игры но у него как мы видели пошло дальше уже было дело техники просто выиграть это ну коллапс на Энигме вообще конечно Блэхолов давал не так много зато качественных и при этом он выиграл игру когда выиграл линию там линия против него было просто невозможное Чен который забирает Эдолона я ни разу не видел Чена с Эдолоном в игре и Даунбрекер который просто с прокруточки убивает всех Эдолонов это его работа да он просто сделал свою работу он просто сделал свою работу и у Спиритов кстати есть паттерн по поводу мувов этих от Торонто Токио что тут что против ЕГЭ Торонто Токио всегда смещается к братишкам помогает снести эту вышку там Керри возвращаются он их убивает после ТП то в Смаке то без Смака он всегда придет и накажет хочется знаешь заметить просто что как по мне получился аутдрафт у Спирит очень жесткий не было ответа на Пангольера который крутится не было ответа на Энигму в БКБ просто не было ничего что может остановить героя в БКБ вообще никак ну так могу немножко не согласиться я тоже не согласен я бы не сказал что это был полный аутдрафт еще раз бумы могли тампануть то есть ТБ довольно ватный герой если условная Валора выигрывает свою линию под инвокера под вайпера который тоже выигрывает свою линию можно спокойно бегать убивать этого террорблейда всю игру просто они не выиграли рельгейм как должны были да поэтому вайпер марсе выиграли свою линию причем так очень серьезно этого меньше чем надо меньше чем надо но Валора не выиграла она умерла прилетела еще раз умерла все в этом моменте как говорится игра закончилась что они не смогли вот в мидгейме задавить дали шанс ТБ раскачаться как тяжело было все равно спиритом заходить и как тяжело было играть даже когда у них был аегис они все же не смогли там против вайпера инвокера всегда сложно заходить тут вопрос времени уже был когда они выиграют когда уже ТБ был такой огромный когда у него на 20-й минуте в Монтаскаде Чен от Бумов не порадовал скажу честно Чена не было видно в игре там прикольный был момент когда Марси выкинула героя и там Чен с тремя кентаврами застанил согласен но тем не менее Бум действительно сильная команда и вот сейчас я в этом убедился много мы об этом говорили но посмотреть за их игру не получалось но вот сейчас против спиритов классно ребята пикают классно играют интересные задумки у них нестандартные в эрочки какие-то вылетают нетипичные на четверку но и в общем-то они умеют самое главное что они умеют этим драфтом играть это самое главное потому что мы видели много команд которые что-то такое интересное пикают но вот не могут реализовать эти парни прямо на скиве согласен приятно посмотреть уже набивших оскомину Тинни и Пака в миде приятно посмотреть новых героев на саппорт в эрочку на медового инвокера пусть даже не очень пошло но все равно хоть что-то интересное у спиритов кстати секретное оружие пангольер мне кажется они на риад мастерсе отлично с ним выступали ни одной игры не проиграли и тут походу начинают кирпичики эту стенку строить огромную непробиваемую через которую просто не пройти может быть у нас есть какая-то статистика сегодняшнего игрового дня да и вообще в общем и целом посмотреть таблицу как там сейчас команды кто в зоне риска кто уже точно выходит да вот группу интересно было бы посмотреть после завершения игрового дня завтра по идее самое мясо начинается потому что я так понимаю явных аутсайдеров нет но сейчас мы это увидим я думаю вот поэтому завтрашний день будет очень важен мне кажется тундра сильно позади остальные а остальные все плюс-минус ровные так ну что у нас фавориты кто бы кто кто бы ожидал ну RNG ожидал на втором месте 7 побед она набрал форму она набрал форму мне кажется так а что получается но у аутсайдеров еще игра самая старт на самом деле RNG против аутсайдеров смотрели неплохо согласен согласен тут вообще ничего не понятно понятно что PSG первое место а за последний там вообще за последний зарубок кстати знаете очень удивили сониксы которые сегодня отжали карту вроде как у PSG да и они скорее всего отжали карту OG они скорее всего сегодня сыграли 1-1 хоть я не смотрел но вот вчера я их уже похоронил если честно сегодня походу второй дыхание у них открылось может быть они что-то под рафтом новенькое для себя раскрыли может быть какие-то секретные заготовки пошли в дело кто знает возможно то есть соникс могут еще остаться я понимаю если завтра все игры выиграют приходится полить страты сониксом уже заготовили а что в группе B интересно да можно посмотреть на самом деле на группу B но здесь вот Na'Vi пока что первые 3 места кстати Aster Aster RNG китайцы я имею в 2 группах вообще кстати вчера Na'Vi были в верхней сетке после игрового дня сегодня уже в нижней как быстро все меняется даже не то чтобы нижней сегодня уже на вылет все может измениться буквально за один тур кстати завтра тоже на самом деле если Tundra завтра выиграет все оставшиеся матчи у них будет 7-9 если в теории другие команды проиграют верится с трудом в это да наверное верится но верится хотелось бы верить но верится все же команды сильные команды действительно играют вот знаешь похожи на взлетные падения на самом деле Tundra единственная команда которая вообще полностью пока разочаровывает ничего они не показали на этом турнире все игры которые они выиграли мне кажется это какое-то получуда вот они очень закономерно узнали но тем не менее завтра очень важный день для многих коллективов завтра будет нужно будет выкладываться на все 200% потому что все-таки это наверное last chance какой-то для команд которые в хвосте для каких-то команд last dance может быть если не отберутся на international там уже какие-то будут мысли слушайте ну походу мы ожидаем много переигровок да все тут не предсказать но да команды конечно плотные команды интересные собрались и здесь будет ну не без переигровок точно не разобраться я думаю отметил бы EG которые начали 0-4 уже как бы винера стоят 6-6 у них и тут уверенные победы над восточноевропейскими командами выиграли у NAVY выиграли у SPIRIT да оба матча 2-0 а EG же всегда был криптонит наших команд насколько я помню может быть еще Егор рассказывает секретные страты СНГшные и все казахстаный казачок а казачок понятно ну на этом наверное будем заканчивать уже трансляцию посмотрели сегодня много интересных матчей SPIRIT действительно с бум была такая вишенка на торте и прям для для ценителей доты там было все и какие-то крутые хайлайты и перевороты и black hole и в троих и так далее в общем все за что мы любим доту мы сегодня на этой трансляции увидели вам же огромное спасибо за вашу аналитику дорогие друзья она как всегда безупречна увидимся завтра до встречи спасибо и вам всем пока всем пока спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за субтитры